Можно говорить уже? Друзья, здравствуйте. Меня зовут Мария. Я представляю компанию 1S Bittrex. Мы решили организовать такое новое для нас мероприятие. Кейс-клуб, клуб 24. Мы хотим делиться с вами нашими знаниями, накопленными по тому, как правильно организовывать рабочие процессы в компании. У нас есть своя небольшая экспертиза, есть экспертиза у наших партнеров. И мы готовы рассказать вам о том сегодня, как правильно учитывать рабочее время, как его контролировать и как его не терять. Мы будем проводить такие мероприятия регулярно и надеемся, что вам они будут полезны. Сегодня, как я уже сказала, мы говорим о потерянном времени. И у нас, прошу прощения, небольшая проблема с кейсами. У нас участники немного приболели. Поэтому мы начнем, наверное, без них. Я представлю наших экспертов. Это Олег Елманов, компания Fusion. И Анна Ульянова, бизнес-тренер. И Юрий Каракозов, тоже компания Fusion. Они будут отвечать на наши вопросы, на ваши вопросы, рассматривать кейсы и давать ценные советы. Начнем мы с кейса компании Imhanet. К сожалению, как уже стало известно, Михаил Орлов у нас заболел. Но вопросы от него остались. Ситуация там такая. В компании, в принципе, понимают, куда уходит рабочее время сотрудников, но почему-то не могут с этим эффективно бороться, не знают, что делать. Вот у Михаила были такие вопросы. Наверное, наболевшие для всех темы социальные сети. Михаил спрашивал, как можно их использовать. Это рабочий инструмент или отвлекающий фактор? Вот спросим, что можно сказать по этому поводу. Я хочу всех поприветствовать. Добрый день. Очень радует, что такие темы поднимаются, потому что, на самом деле, мы все помним сказку о потерянном времени. На тренингах мы обучаем сотрудников навыкам самоменеджмента, навыкам учета этого времени. И чуть-чуть отступлю перед тем, как ответить на данный вопрос. Очень интересный эффект мы имеем, когда мы вдруг начинаем время свое действительно считать. Если бы сейчас мы посчитали, сколько у нас осталось продуктивного времени до пенсии, я думаю, что мы для себя сделали бы некоторые открытия. Поэтому время – это действительно очень важный ресурс, который нужно учитывать и который дает нам очень много возможностей. Что касается социальных сетей, вы знаете, я вот здесь с коллегами делилась, до того, как кейс-клуб состоялся, я разговаривала со своими коллегами, со своими клиентами, со своими партнерами. Потому что Центр оценки и развития персонала занимается повышением эффективности персонала достаточно много лет уже. И социальные сети – это постоянный вопрос, который поднимается. И вот вчера мне рассказали очень интересный случай, как вместо того, чтобы бороться в одной из компаний, это мои клиенты, вместо того, чтобы бороться, генеральный директор сделал такой шаг, он организовал некое такое соревнование со знаком минус. Он не стал закрывать все эти каналы, но он к концу месяца, предварительно предупредив сотрудников, подвел итоги, кто самый первый по посещаемости страниц, которые не относятся к работе напрямую. В общем-то, такая была тоже очень интересная обратная связь, люди стали об этом задумываться, кто-то стал действительно меньше зависать в социальных сетях. Я скажу по опыту работы своему и коллег, мы должны четко понимать, всегда задавать себе отчет, когда мы имеем дело с бизнесом, для чего нам социальные сети. Если это инструмент рабочий определенного уровня сотрудников, определенных людей в нашей компании, то, конечно, запрещать нельзя, потому что оттуда можно почерпать много информации. Если это не нужно для того, чтобы наши сотрудники выполняли свою работу, тогда это не нужно. И вот кто-то будет закрывать там каналы доступа, кто-то будет вот такие соревнования со знаком минус организовывать, кто-то будет каким-то другим способом воздействовать, но я считаю, что давайте отталкиваться от результата и смотреть здраво в бизнесе, все опирается на этот самый результат. Мы о нем говорим, мы стараемся учить людей его формулировать, мы все время сами пытаемся вспомнить и для себя отвечаем на вопросы, что такое результат в данной ситуации. Вот если нам для нашего результата социальные сети нужны, тогда мы ими пользуемся. Если нет, тогда используйте различные инструменты для того, чтобы ограничить. Я за это. Я тоже отвечу. Добрый день всем участникам. В своем опыте мы несколько раз сталкивались как раз с соцсетями, потому что когда внедряли именно битрикс24, получалось таким образом, что все равно, особенно если взять людей творческих профессий, какие-то редактора, те же самые программисты, они не могут постоянно заниматься трудом, им надо какая-то отдушина. И как один из вариантов, что мы реализовывали, это было то, что заменить внешнюю соцсети на внутреннюю. Когда в компании много сотрудников, можно, например, ввести дополнительные критерии, дополнительно какие-то элементы соцсети для карточки сотрудника, то есть хобби, увлечения, какую школу закончила, чем увлекается. И когда получается такой некий элемент социализации внутри, сотрудники уже начинают общаться, уже создают группы внутри и общаются уже по своим интересам. На базе этого организуются какие-то клубы, на базе работы. Получается таким образом сплачивание именно коллектива. То есть, в принципе, даже соцсети можно как-то во благо, обернуть и во благо тоже компании. Вот Олег сказал по поводу сотрудников творческих профессий. Вы знаете, у меня у самой был однажды такой случай. У меня, в моей компании, у меня сотрудница начала активно использовать рабочее время для того, чтобы вести личный дневник. И вы знаете, когда ты натыкаешься на это один раз, это одно, когда второй раз, это другое, мы с ней поговорили. Мне казалось, что мы достигли определенного уровня взаимопонимания. А потом у нас состоялся такой диалог. Когда я попросила ее этого не делать в рабочее время, она мне сказала, что я человек творческий, и я не могу 8 часов тратить как робот на работу. Тогда я сказала, ты мне, пожалуйста, скажи, сколько ты времени тратишь на работу, а сколько ты тратишь на себя, я буду знать, сколько тебе платить. Потому что, ну вы сами понимаете, что все опирается, опять же, на тот результат, о котором я говорила. А вот можно тогда уточнять еще вопрос. Вот если соцсети используются как рабочий инструмент, но вот есть такая проблема. У меня, например, да, у меня очень много контактов в Фейсбуке рабочих. Заходишь там у кого-то, что-то спросить, уточнить, и зависаешь в ленте. Как с этим бороться? Это вот вообще очень закономерно, потому что мы всегда склонны уходить туда, где нам комфортно. Ну наш мозг так работает. Нам комфортно, нам хорошо, нам интересно. Там позитивные эмоции, там всякие картинки, есть друзья. Кто-то что-то написал. Ну представьте, когда перед вами лежит достаточно много задач, а тут вдруг вы открыли страничку, на которой куча позитива, и вообще так все замечательно, и все здорово, да? Поэтому вот здесь, наверное, можно, я бы не сказала слово ограничиться, да, но ввести для себя некоторые правила. У меня очень хороший опыт, когда люди вводят правила начала рабочего дня, там середины рабочего дня. То есть вы должны для себя ввести в правила, сколько вы на это потратите время. Вот если вам комфортно этим заниматься, например, там с утра в обед и перед уходом, вы открыли, посмотрели, сколько вы себе отведете времени, полчаса, 20 минут. Здесь вопрос самоменеджмента, потому что, конечно, мы будем висеть там, где нам комфортно и приятно, а потом сидеть до 10-12 ночи, пытаться сделать презентацию на завтра, подготовить доклад, программу тренинга или техзадания для клиента. Это, ну, это все понятно, мы все люди, и времени ровно дано нам столько, сколько нам его дано. Если мы его используем непродуктивно для выполнения своих задач, мы где-то начинаем провисать, и мы отнимаем время потом из своей обычной жизни для того, чтобы выполнить рабочие задачи. Хотя веселье, два часа лишних сегодня вот там на страничках, замечательных, хороших страничках. Ясно. Друзья, которые, те, кто нас смотрит онлайн, если у вас есть какие-то вопросы по ходу нашего обсуждения, или вы хотите поделиться своими идеями, может быть, кто-то как-то решил обсуждаемые проблемы у себя в компании, вы можете делиться со всеми нами в комментариях к трансляции, пишите, пожалуйста, все, что вам интересно, все, что вас интересует. Мы обязательно ответим, и если у вас есть какой-то ответ, совет или решение, мы его тоже озвучим. Давайте тогда перейдем к следующему вопросу от Михаила. Вопрос был о том, могут ли оказаться вредные привычки полезными, например, частые и не очень перекуры сотрудников. Как это можно обернуть во благо? Олег. Опять же, по-моему, до как раз начала клуба обсуждали этот вопрос. Расскажите. Да, я вообще, знаете, вот, я не знаю, на самом деле, как привычка курить может оказаться полезной. Конечно, руководители, у нас есть очень креативный руководитель, руководитель может пожелать быть креативным и использовать это время в том числе. Можно собраться, устроить в курилке планерку на 15 минут, но для меня всегда, опять же, вопрос. Но если вы хотите использовать время, ну, можно один раз использовать время перекура, но нельзя это делать постоянно, я вот о чем. Это все-таки не та ситуация, которая может являться рабочей и продуктивной. Ну, организуйте эффективные планерки у себя в компании, научитесь делать это хорошо, подтверждая позитивные результаты, фиксируйте результаты, которые достигнуты, которые необходимо достичь. Вот дайте качественную обратную связь, научитесь это делать. Но, в общем-то, незачем использовать перекуры для того, на мой взгляд, опять же, для того, чтобы пытаться выудить что-то для работы. Делайте это по-другому. Вот, я за это. Отлично. И тогда еще один вопрос от Михаила. Формальный человеческий подход в решении проблем. Стоит ли блюсти регламент на 100% или можно включить голову и дойти до нужной персоны самому? Насколько вредно вносить систему хаоса в устаканенный процесс, нарушив регламент, однажды сотрудник будет поддаваться искушению повторить нарушение? Вот такой большой, длинный, сложный вопрос. Да, он большой такой. Знаете, я немножечко вот, он такой, там, в этом вопросе зарыто несколько вопросов, на мой взгляд, да? Вот. Но для меня всегда очень четко и понятно, если регламент не приносит результат, в которых вы от него ожидаете, меняйте регламент. Незачем прописывать регламенты для сотрудников, а потом делать эту работу самостоятельно. Включать голову, идти и искать кого-то, если регламенты есть. Опять же, вчера я общалась с коллегой, она директор по персоналу очень крупной компании. У них руководитель ежегодно, вот она говорит, как правило, два раза в год меняет бизнес-процессы. Только вроде бы отладим что-то, начинает работать, через некоторое время он начинает этот процесс менять, то есть меняет законы, правила игры. И когда его спросили, зачем вы это делаете, он сказал, что он таким образом повышает уровень управляемости в компании, он хочет получить быструю реакцию. И я тоже ей вчера задавала вопросы, а что за этой реакцией? Вы хотите получить быструю реакцию, увидеть, что на вас ваши сотрудники реагируют? Или вы хотите, чтобы те бизнес-процессы, которые протекают у вас в компании, приносили вам запланированные результаты? Все-таки смотрите, бизнес-процесс, у нас сегодня кейс-клуб называется рабочий, там связан с рабочими процессами, да? Вот процесс – это путь к результату. Я вот опять начинаю возвращаться и возвращаться к этому слову, но это путь, по которому мы идем. Если путь нас устраивает, если мы можем этим путем дойти к тому, чего мы хотим достичь, тогда мы им пользуемся. Если нет, тогда мы его меняем. Сотрудников мы нанимаем для того, чтобы облегчить себе жизнь, правильно? Если бы мы могли все делать сами, мы бы это делали. Поэтому мне кажется, что в данном случае голову нужно включать в процессе управления, делать это так, чтобы ваши люди с удовольствием выполняли поставленные задачи. А давайте вернемся вообще к понятию регламента. Имеет ли смысл для всех сотрудников писать регламент? Или, допустим, какие-то креативные товарищи не нуждаются в регламентировании работы? Или все-таки нужно какие-то пункты обозначать? Вот что есть регламент, кому он нужен? И какие-то, может быть, примеры, кому какие, и как вообще это делать? Я, наверное, начну отвечать, дам отдохнуть. В принципе, вот у нас постоянно идет творческие люди, дизайнеры, программисты, там не нужен регламент. Получается, на выходе так, что если у человека нет регламента, он начинает, он перестает быть эффективным, он перестает работать. То есть весь рабочий процесс скатывается в хаос. Поэтому регламенты нужны для всех, но, наверное, там в зависимости от специальности, в зависимости от человека, то есть степень зарегламентированности может быть разная. То есть если это сотрудник, например, кассир, у которого есть одна операция, то он должен быть жестко зарегламентирован. Если это человек, у которого есть доля так называемого творчества, то есть если он должен что-то именно делать, и сам может отвечать за результат, работать на результат, то, в принципе, какую-то степень свободы можно дать. Но эта степень свобода тоже должна быть заранее определена и объяснена. Я соглашусь, потому что, вы знаете, мы все… Ну, если бы мы были роботами, у нас были бы кнопки, намного было бы проще управлять нами, нами, самим собой или нашими сотрудниками. Но люди – это совсем другая история. И есть… у нас у каждого есть определенные параметры эффективности. Есть какие-то компетенции в каждом из нас, которые и обуславливают нашу вот эту вот успешность в одной или в другой сфере деятельности. Есть люди, так называемые процессы, которые очень легко живут в состоянии жесткого регламента, четко прописанного, очень плотного. Есть люди-результаты, которые… Вот он видит результат, а как он к этому результату идет, тут регламент, конечно, должен обеспечить ему ту степень свободы, которая у него должна быть. Например, для бухгалтера это может быть один регламент, это человек-процесс в чистом виде, да, и одна из основных компетенций – его ориентация на процесс. Он будет успешен, если он будет уметь этот процесс и жесткий регламент соблюдать. А есть продажник, который должен совершить продажу, совершить сделку, и как он к ней пойдет, это могут быть абсолютно разные способы. И вот здесь степень свободы должна быть достаточно, ну, намного большей, так скажем, чем у бухгалтера, потому что это одна из его компетенций – ориентация на результат. И он тогда успешен, когда он может нам этот результат обеспечить и гарантировать. Поэтому я здесь с Олегом полностью соглашусь. А тогда немножко еще конкретизирую вопрос. Регламенты для категории удаленных сотрудников, которые не приходят в офис, и руководители не видят, как они работают, и не знают вообще, как они этот регламент выполняют, не выполняют. Как с ними быть? Какие-то тонкости есть для таких людей? Ну, конечно, есть. То есть удаленных сотрудников нужно контролировать намного больше, на мой взгляд, чем те, которые приходят к вам в офис. Этих вы хотя бы видите, а тех вы можете оценить только по количеству выполненных операций, по каким-то делам, которые они закрыли. Конечно, здесь регламенты должны быть, и я думаю, что должен быть хорошо поставленный контроль в первую очередь. Я даже не скажу, насколько он должен быть хорошо четко прописанный регламент для этих сотрудников, но то, что мы на контроль, вообще на контроль должны обращать очень пристальное внимание. Но вот в этом случае я, наверное, скажу, что это должно быть более организовано. Ну, тут может быть два подхода. С одной стороны, это подход, если человеку платится только за результат, то есть чистая сделка. Во второй момент, тоже общался с программистами, которые имеют опыт в офшорном программировании, им присылается там конкретный случай, присылается ноутбук, на нем уже стоит уже там программа с контролем, и получается скриншот экрана, чем он занимается, делается раз в пять минут скриншот экрана и отправляется работодателю. То есть, в принципе, ему платится за рабочее время, но при этом он знает, что его там в каждую минуту контролируют, чем он занимается. То есть человек, получая там за это деньги, он на это уже заранее согласен. Тут он тоже не будет отвлекаться. Конечно, это некое давление, но с другой стороны это тотальный контроль получается. Да, Олег, тут, наверное, с точки зрения регламента, нам не важно, как он это делает, что он там выполняет в данный момент времени, бывает, но нам важно, чтобы это было все выполнено в сроке, в определенные, и качественно, хорошо соответствовало задуманному результату того, что мы хотели от него, то мы и получили. В общем-то, я думаю, я тоже согласна, абсолютно согласна. Здорово. Давайте пока вопросы по первому кейсу у нас, к сожалению, закончились, и наш второй участник тоже до сих пор до нас не доехал, мы его очень ждем. Пока займемся вопросами, которые нам поступили от людей, которые регистрировались на нашу трансляцию, и вопросы, которые прямо сейчас поступают. Вот интересный вопрос. У меня в компании более 2000 пользователей портала Bitrix, но создать из них внутреннюю соцсеть не получилось. Ну и, похоже, вопросы тоже были, как вовлечь людей в пользование инструментами. Вот что делать в такой ситуации? Какие-то советы, может быть, идеи? Вы знаете, я всегда в своей практике очень часто сталкиваюсь с тем, что людям нужны какие-то волшебные рецепты. Мы тоже об этом говорили до начала кейс-клуба. Волшебные рецепты, какие-то универсальные лекарства. Я сразу хочу, наверное, разочаровать всех слушателей. Универсального лекарства, которое можно вылечить, всех не бывает. Волшебного рецепта, который будет работать на всех одинаково, не бывает. И что касается такого продукта, как Bitrix 24, замечательного продукта, но это всего лишь инструмент. Поэтому я думаю, что вопросы данные, они намного глубже. Было бы здорово, когда мы знали конкретную ситуацию в компании, мы могли бы что-то, наверное, конкретнее говорить. Но когда говорят, что вот не получается внедрить, у меня не получается. Вообще, давайте вспомним, что сотрудники – это люди, которые пришли в компанию, для того, чтобы выполнить определенные роли и получить за это определенные деньги. То есть это, если бы я всегда говорю своим, я очень много как коуч, как бизнес-коуч работаю с собственниками, руководителями бизнеса, и говорю, вы знаете, вот если бы они все были такие ответственные, такие глубоко замотивированные, как собственники, они бы не были наемными сотрудниками. То есть работа с сотрудниками, она все-таки требует огромного внимания. И в данном конкретном случае, как и во многих других, вот с теми вопросами, которые мы сталкиваемся в своей практике, я могу сказать, что универсального решения, наверное, для всех не будет. Мы можем сказать о каких-то общих вещах, да? Я могу рассказать, у нас при внедрении именно порталов периодически возникает такой вопрос, как при внедрении чего-то нового, это всегда у сотрудников возникает страх. Сопротивление. Во-первых, если идет какая-то автоматизация, я после этой автоматизации буду не нужен. Меня сократят, уволят и так далее. Особенно в последнее время. Другое, то, что мне насаживают сверху, мне это не нравится. И уже из практического опыта, для того, чтобы новый продукт начал жить, какие-то функции начали жить, тут надо найти именно людей, скажем так, человек-зажигалка можно назвать, движки, именно те, которые… Люди, которым понравится сам продукт, они возьмут флаг и пойдут вперед именно продвигать этот продукт уже у себя внутри. Поэтому мы очень часто при внедрении, мы собираем с ответственными людьми, с ответственными прожитами, со стороны клиента, мы им тоже объясняем этот момент и собираем вместе с ними как раз группу, которая будет помогать внедрять продукт, который мы обучаем, и они уже дальше уже, они тестируют, они увлекаются сами, им интересно этот продукт уже принести уже там себе в компанию и дальше уже как раз они его продвигают уже внутри компании. То есть таким образом пошагово продукт заработает. Да, и вот когда я говорю о том, что сотрудники наши немножко другие, чем мы, руководители и собственники компании, я и это тоже имею в виду, что если у нас рождается какая-то идея, это не значит, что 100% гарантированно все люди зажгутся этой идеей и будут это воплощать. Это требует внедрения, это требует внимания, это требует определенных лиц, помощников, какой-то группы поддержки, если тем более в компании так много людей, конечно, должны быть эти люди, которые будут помогать, зажигать, как говорит Олег, и воплощать вашу идею в жизнь. Это обязательно. Здесь нельзя просто надеяться на то, что люди... А потом, знаете, еще с одним из своих клиентов разговаривал, они тоже компанией пользуются Битрикс24, и когда он встречает вопросы от коллег, как побудить людей, ну, грубо говоря, как заставить использовать этот продукт, он говорит, что обязательно должны быть... Вот использование продукта должно быть завязано на их показатели эффективности, на деньги, которые эти люди получают. Каким-то образом это должно быть отражено, потому что надеяться на высокую сознательность, на то, что люди просто захотят это делать, как сказал Олег, новое дело, новый продукт – это всегда выход из зоны комфорта. Всегда. Поэтому я думаю, что есть в этом зерно. Я как раз могу добавить, что самое эффективное, когда портал запускается, быстрее все начинает работать, если мы сразу же при внедрении, сразу же какие-то бизнес-процессы, ключевые денежные процессы сразу же завязываем на портал. То есть это уход в отпуск, это получение командировочных, это справка для аванса, это какие-то такие вещи. То есть именно это с одной стороны, которая важна для сотрудников, либо какие-то уже идут коммерческие, когда идет какая-то именно автоматизация коммерческой деятельности, то есть та же самая CRM и так далее. Ну смотрите, если в обычной жизни, пока, к примеру, я не закрою документами работу с клиентом, я не могу получить за эту работу деньги, но то же самое и в программном продукте. Если я не закрыла какие-то процессы, если не видно, что я этот программный продукт, этот инструмент использую в своей работе, это тоже должно отражаться на моих деньгах. И тогда есть вероятность, что я этот инструмент буду использовать. Надеяться на сознательность я бы здесь не стала. Хотя очень люблю людей и очень вообще за них всегда. Если позволите, я дополню, собственно, из опыта работы, из практики, два практических совета при внедрениях порталов, как привлечь людей именно к работе в B324 и как организовать социальную сеть. Собственно, был вопрос, да, как привлечь людей к общению, взаимодействию. И, собственно, первый совет, наверное, важный, это контент и еще раз контент. Это веб-сайт, на котором люди взаимодействуют и общаются и друг с другом, и с контентом. Если у нас размещены скрипты продаж, регламенты работы, какие-то шаблонные договоры с клиентами или дизайны, то пользователи так или иначе будут заходить. Если у нас там новости компании публикуются или интересный контент от тех инициаторов и зажигалок наших, то, само собой, туда будут заходить наши пользователи, будут взаимодействовать и общаться неизбежно. Им нужно просто для работы взаимодействовать и общаться. Ну и второй совет, опять же, из практики, само собой уже был озвучен, это регламентация. Завязка KPI, которым мы работаем, учет часов, учет задач, учет клиентов, учет продаж на B324, это тоже привлекает к работе, само собой. Наверное, у меня все. А вот у нас есть еще такой вопрос от пользы, если человек делится просто своей бедой, он пишет, все до сих пор на уровне бумажных служебок распоряжений, средний возраст руководства за 60. Ну и дальше описывается очень печальная ситуация, вся что утонут в потоке писем, сложно решить мелкие вопросы, потому что это требует многочисленных утверждений, даже мелочи. И там прям болото бюрократии и так далее. Он спрашивает, как объяснить таким людям, ну вот, видимо, людям в возрасте уже, саму идею портала, идею управления проектами электронного документа оборота. Вот что делать с такой возрастной категорией, как люди за 60? Начну отвечать. Ну, у меня из опыта примерно такая же проблема была, именно при внедрении, когда мы пришли в одно НИИ, нас позвали на ученый совет, было в начале, тоже заседали такие заслуженные старцы, которые там отчитывались о какой-то пределной работе. И потом там было мое выступление, я рассказывал, как раз презентовал портал. При этом вот весь президиум, он дремал. И они проснулись только, когда я начал рассказывать про доску почета. Они сказали, вот это нам надо. В принципе, тут проблема в том, что очень трудно именно те, кто уже, скажем так, примерно 60, около 60, им трудно быть в ритме, трудно усваивать новые технологии. Тут, наверное, не знаю, только если найти людей, которые смогут на них повлиять. Вот Олег сказал замечательный такой термин, да, заслуженные старцы. Но на самом деле очень много из этих людей действительно заслуженных, и мы привыкли на них смотреть, как на старцев. Но я в своей работе сталкиваюсь очень часто с достаточно прогрессивными людьми в этом возрасте. Представьте, возраст человек, ну, 60 лет. Это у нас в обществе сложилось так, что это такой возраст, когда уже человеку пора на пенсию, да. Но среди них очень много, особенно тех, кто стоит у руля, до сих пор, кто работает, среди них очень много людей деятельных. Это правда. Есть еще один важный момент, который Олег упомянул. Когда люди дремали, пока я рассказывал, вот потом они проснулись на словах доска почета. Уровень обучаемости с возрастом, он действительно снижается. Это доказано. И для людей всегда, опять же, выход из зоны комфорта, там, где они чего-то не знают, чего-то не понимают. Современные технологии и для людей, ну, там, около 40-45 для многих бывает достаточно сложный, смотря кто какие гаджеты сейчас использует, и кто, как бы, что решил освоить и, опять же, опираясь на наши внутренние качества, кто из нас чем обладает. Поэтому абсолютно во многих слоях бывают такие люди. Но в данном случае, что хотела бы сказать, это нужно показать, нужно суметь показать, во-первых, выгоды от использования данного продукта, да, как Bittrex 24, а во-вторых, показать, что это не так сложно, что это достаточно просто, что это можно использовать эффективно, быстро, и обучаться этому долго и нудно не нужно. Потому что, действительно, они мыслят немножко по-другому, они мыслят просто немножко другими категориями. Они обучались в другое время, и в своей работе, пока они становились профессионалами, они использовали другие инструменты, как бумажные носители, они до сих пор это продолжают использовать. Так вот, если суметь показать выгоды от использования в компании, и что это не трудно, я думаю, что это можно будет внедрять. Очень редко просто мы беремся это делать, если нам кому-то что-то нужно доказать. Мы, как сотрудники, можем сокрушаться, говорить, что у нас завал, что у нас бюрократия, что нам нужно что-то новое, руководитель старой формации, а нужно просто суметь подойти правильно к этому вопросу и показать, показать выгоды и показать, что это легко. Отлично. Давайте тогда еще пару вопросов разберем из тех, что нам прислали ранее. Вот вопрос, целая серия вопросов о том, вообще, как сделать так, чтобы люди занимались только работой на рабочем месте. Вот пишет человек, как стимулировать сотрудников к работе, как сделать так, чтобы сотрудники не занимались посторонними делами, например, как стимулировать бухгалтера на то, чтобы во время основной работы она не выполняла работу, связанную с седением документации сторонних организаций. Ну, короче, чтобы не халтурила на страну. Я точно знаю, что у нее есть подработка, и она в рабочее время подрабатывает, в общем, в ущерб себе, но в прибыль себе. Вот как сделать так, чтобы люди работали только на компанию, а не на кого-то еще? Вот вы знаете, про бухгалтеров это вообще отдельная тема. К сожалению, за последний год я столкнулась с несколькими ситуациями у своих клиентов, когда возникали такие, знаете, не очень хорошие вещи, когда вдруг обнаруживалось, что бухгалтер работает налево. Была ситуация, когда бухгалтер перечисляла деньги по левым счетам. И эти ситуации, они решались в постфактум. Руководитель вообще, это человек, который должен быть проактивным, он должен предвидеть какие-то вещи. А вот в работе с бухгалтерией, очень часто руководители говорят о том, как контролировать, скажите, Анна, как контролировать сотрудников творческой профессии, как контролировать продавцов, как, как, как. Но вот в бухгалтерии эти вопросы как задаются намного реже, чем по другим подразделениям. Как-то принято бухгалтерам доверять. И вот когда вот эти ситуации криминальные произошли, и меня пригласили, и мне рассказывали, и мы обсуждали это, какие-то последствия, какие-то решения дальнейшие, дальнейшие шаги. Вот. Вы знаете, я всегда удивлялась доверию наших руководителей. Бухгалтера – это те люди, которые имеют, ну, это те люди, которые должны обеспечивать безопасность организации с точки зрения там налогового законодательства и так далее. Это люди, которые имеют доступ к деньгам. И почему-то очень многие руководители считают уже это само по себе такой возможностью их не контролировать. То есть, ну, вроде бы как, ну, они же люди вообще осознанные, они отчеты вовремя сдают, они документы готовят как нужно, они там ведут какие-то вещи. И вот когда уже гром грянет, начинаются какие-то обсуждения, и руководители говорят, как, вот, ну, я же не знала, вот, я же не контролировала, потому что, ну, она же там, ну, зачем ее контролировать? Выполняет свою работу, делает? Я вот опять же про то, что зона контроля здесь очень сильно проваливается. Нужно контролировать, нужно смотреть. И бухгалтера, вот, как это ни странно, наверное, больше, чем кого-либо. Потому что нет, например, необходимости ездить в какие-то органы во время работы. У нас сейчас все происходит через интернет. Можно там поехать раз в месяц, два на какую-то консультацию какому-то специалисту в ту же самую налоговую, но нет необходимости это делать часто. Можно в любой момент времени подойти и спросить, чем она занимается. Можно посмотреть через компьютер, чем она занимается, какие она открывает вкладки, какие она документы. То есть должен быть контроль. От этого никуда не уйти. И там, где ответственность сотрудника выше, должен быть более серьезный контроль. Текущий, выборочный, итоговый, но он должен быть. А мы почему-то считаем, что это те люди, которым в первую очередь нужно начать доверять, и их можно не контролировать. Ну, тут можно тоже там, я из опыта как раз если мы возьмем бухгалтерию, каким образом мы у себя это построили. То есть, понятное дело, что там у бухгалтера есть много задач. Каких-то там есть большие глобальные задачи, как задача отчетности и так далее. Есть какие-то локальные, это как раз учет текущих документов. Если взять, покопаться по документам, текущей бумажной документации, ее должно быть, ну, у бухгалтера очень много. И очень часто бухгалтери любят немножечко на это все там подзабить и вернуться к этому, когда уже там гром начнет греметь. В принципе, здесь вопрос там у нас был решен путем там постоянно там еженедельной планерки. То есть мы будут как раз пробить раздавать четыре механизм планерки летучки очень удобной. Есть у нас вопросы, которые еженедельные, просто по ним как раз задачи, что выполнено, что не выполнено, почему. То есть хоть какой-то такого плана контроль. Ну, Олег тоже, видите, он говорит о контроле, и, наверное, это самый главный рецепт здесь. Потому что вот одна из клиентов, с которой случилась вот данная ситуация, когда я спросила, как вот вы, они схватились, когда у них были арестованы счета. Это очень серьезная ситуация. И когда вскрылась масса ошибок, которые вылились в конкретные суммы, и она потом говорит, ну, я не контролировала, ну, человек хороший, вот как я приду и начну проверять, чем она занимается на рабочем месте. Но тут, я думаю, нужна работа руководителю, потому что это напрямую осуществление функции управления. Если ты не можешь управлять, как нужно, как качественно, значит, тебе нужно заняться собой в первую очередь, и не говорить о бухгалтере. Ну, про бухгалтеров понятно. Вот вопрос еще из этой же серии. Как организовать рабочий, процесс работы сотрудников, чтобы у них не было ни желания, ни возможности заниматься бесполезными делами. А дальше список. Кофе, перекуры, опоздания, соцсети и личное общение по электропочте или телефону. Их надо приковать в батареи наручниками. Нет, ну серьезно, вот человек считает, что там опоздание, например, да? Вот как бороться с опозданиями? Можно бороться двумя метра. Формальным и неформальным. Формальный метод опоздания – это у нас одна из грубейших нарушений трудовой дисциплины. Три опоздания – можно уволиться сотрудника. Это формальный метод, которым можно бороться со всеми. То есть сделать два опоздания, на третье опоздание, потому что он уже будет висеть там. Из каких-то там было, у нас там желтой карточки сотрудникам выдавали, вот примерно то же самое. А неформальным – это надо как-то, во-первых, те же самые регламенты, та же самая дисциплина как-то. Ну, один из тоже из примеров было то, что там один из наших клиентов, у них, они что сделали? Они сделали по утрам для сотрудников кофе с плюшками. И оно было где-то за полчаса до начала рабочего времени. И народ, как ни странно, начал приходить даже раньше, чтобы успеть, потому что на всех не хватало. Те, кто пришел раньше, те получали там вкусную выпечку, с удовольствием общались до рабочего дня. И получается, с начала рабочего дня уже были бодры и веселые, уже наобщались, и уже там с хорошим настроением начинали работать. Все два подхода, да? Одна крайность, другая крайность. Ну, тут все зависит, наверное, от самой компании. Да, все зависит от самой компании, все зависит от руководителя. Потому что вот я вообще тоже, как Олег, за какой-то такой позитивный момент в этом во всем, я всегда говорю, что давайте мы не будем наказывать, давайте мы будем поощрять, поощрять те вещи, которые нам важно в компании получить. И вот если вы начнете это делать, вы увидите, каких результатов вы достигнете. Например, у меня в одной из компаний руководитель ввел учет рабочего времени, они там, знаете, есть такие аппараты, когда отпечатки пальцев. Вот пришел человек на работу, он, значит, поставил отпечаток пальцев, отпечаток пальца, и его рабочее время начало отсчет. Так вот, они ввели бонусную систему в компании, они не наказывали за опоздание, но они поощряли тех, кто по итогам месяца набрал меньшее количество штрафных баллов. Например, если ты перешел вовремя и ушел вовремя, штрафных баллов не начисляется. И эти баллы суммируются, те, кто оказывался в начале списка, те имели возможность получить какие-то призы, начиная там от билетов в кино и заканчивая путевкой в какой-нибудь там дом отдыха, там на выходные. И это работает. Люди ходят, считают, интересуются, начинают живо обсуждать, кто опоздал, кто не опоздал. Начинают переживать, если вдруг не срабатывает аппарат, и он сейчас вот, они идут и предупреждают программиста, что я сегодня пришел вовремя, это может подтвердить там мой руководитель, потому что хочется получить призовые баллы и поехать там куда-то отдохнуть, семьей на выходные. Это работает. А есть, например, компания, которая превратила вот контроль по учету рабочего времени в тотальную слежку. Везде камеры, везде записи телефонов, руководители должны еженедельно отчитываться перед президентом компании о том, что говорят сотрудники. То есть это стало какой-то такой, знаете, я бы не хотела называть слово паранойи, но не совсем правильным, на мой взгляд, процессом. Потому что, опять же, во имя чего мы это делаем? Во имя того, чтобы повысить производительность, продуктивность, или во имя того, чтобы знать, что они все сидят, положенное время на своих рабочих местах. Но давайте не забывать, что они в это время должны еще и что-то делать. Что нам важнее, что первично? Давайте от этого отталкиваться. Конечно, постоянные раздражители кофе, перекуры, те же самые социальные сети. Но я вот как бы, да, за то, чтобы людей награждать за хорошие результаты, за качественную работу, за наиболее полное использование рабочего времени в собственных, да, рабочих целях. Я за это. Ну вот я еще тоже один вспомнил пример у нас был. Мы сделали, там тоже на портале, один раз сделали, есть график отсутствия, мы сделали график присутствия. Просто когда сотрудник выходит из офиса, просто показывает, что на какой промежуток вышел. И как раз там на перекуры, на всех вот куда-то отошел, вот случился. И дальше у компании, они никаких санкций за это не делали, но в принципе всю картинку рабочего дня там руководители видели, да, и в принципе сотрудники сами видят, зная, что их можно посмотреть, вот так вот визуально посмотреть, кто сколько ходил, отсутствовал и так далее. Они там стали более организованы, там стали думать по поводу времени, где еще сколько не отсутствует. Если вам доставляет неудобство, что ваши сотрудники часто пьют кофе на рабочем месте, ну попробуйте организовать этот процесс. Если вы не можете что-то предотвратить, возьмите и возглавьте, да, сделайте что-то, что будет работать на вас. А потом, знаете, ведь можно и посчитать, сколько времени они потратили в течение месяца, на вот эти вот, даже в течение недели, на вот эти несанкционированные перекуры и вот эти чаепития. Просто покажите людям, сколько денег компания теряет на то, что вот недостаточно хорошо организован рабочий день. И куда бы компания могла эти деньги потратить? Я вас уверяю, люди намного осмысленнее и ответственнее, чем мы иногда о них думаем. Если мы позволяем им это делать, они, конечно, будут это делать. Пить кофе, курить, говорить, что они обсуждают какие-то рабочие вопросы во время чаепития. Ну, видимо, тема рабочего дня как-то неисчерпаема. Давайте мы к ней вернемся чуть попозже и к вопросам от наших слушателей тоже чуть попозже. У нас, наконец-то, пришла Ольга Куликова из компании Артикул Медиа со своим кейсом о бизнес-процессах и о том, что внедрить внедрили, а лучше не стало. Оль, расскажите, пожалуйста, что происходит? А надо здороваться всем, нет? Можно. Здравствуйте. Ну, да, этот кейс у нас очень простой. Мы поменяли инструмент, все внедрили, стало только хуже. Ну, то есть, с чем связано, при этом весь рынок этим инструментом пользуется, всем удобно, нам неудобно. У нас перестали считаться часы, перестала работать управленка, потому что все стало неудобно. Что делать? Неудобен инструмент или, как вы думаете, в чем дело? Ну, он не имеет тот функционал, который необходим вам для того, чтобы свой бизнес-процесс организовать? Нам кажется, да, что инструмент неудобен. Да, меня все убеждают, что такого быть не может, что если процесс правильный, то там можно справиться с любым инструментом. Вот я хочу понять, если у кого-нибудь такая еще проблема, я как с ней бороться. Олег, может, что-то про инструмент? Я так понимаю, инструмент-то общий, наверное. Тут как раз, наверное, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, для того, чтобы инструмент внедрился, нужны какие-то проводники этого инструмента в жизнь, в компанию внутри. То есть, как сами сотрудники относятся к этому? А другие? Ну, понимаете, инструмент же был, да, просто он был немножко, инструмент был, он был немножко другой, и как бы с процессом проблем не происходило. То есть, у нас собирались часы, они, да, они стекались в управленку и автоматически раз в день собирались. И, в принципе, все было достаточно удобно и прозрачно. Ну, поменялся инструмент и люди перестали отмечать время в задачах, там, не знаю, перестали, ну, перестали, короче. А чем они это мотивируют? Неудобно. А сколько человек в компании? 50. 50 человек. А до этого отмечали время? Да, конечно. А сколько времени прошло с начала внедрения в Bittrex 24? Полгода, наверное. Полгода. Полгода. Ну, вот, сразу скажу, у меня всегда сложность, в чем возникает. Я бизнес-тренер и бизнес-коуч, да, я работаю с повышением продуктивности людей, сотрудников. Очень сложно говорить обобщенно всегда, потому что, ну, вот, например, у меня возникает вопрос, почему до этого время отмечали, ставили, а теперь нет. Я вот сюда пришла к вам, к бизнес-коучу, чтобы мне на мои вопросы ответили. А почему сотрудники, я так понимаю, сотрудники просто, им это не нравится, они начинают отторгать? Ну, да, им это неудобно, с их слов, и они забывают, не там, не знаю, не ставят и так далее. А если, например, как вариант, попробовать, ну, тут, прежде всего, у нас там с клиентами периодически так получается, тут, наверное, взять, найти в начале союзников среди сотрудников, кому это нравится, кто видит в этом смысл и понимает цель. И уже через них как-то уже нести вно массы. не знаю, я скорее хочу получить ответ на вопрос, наверное, какой-то, там, не знаю, глубинной психологии или, может быть, мотивации, да, ну, как бы, ну, действительно ли неудобный инструмент так может сильно повлиять на, не знаю, мотивацию сотрудников, там, участвовать в бизнес-процессе, в котором они там давно участвовали, и, в принципе, он влияет даже на их бонусы, да. Он влияет на их бонусы. У некоторых категорий, да, он влияет, у некоторых не влияет, вот, но, то есть, даже это не помогает. То есть, началось такое сопротивление, и вопрос, что-то делать с сотрудниками или с инструментом. На самом деле, я бы здесь не говорила, что в отрыве, это обязательно нужно что-то делать и с сотрудниками, и с инструментами. Конечно, на мотивацию может повлиять. Вот мы здесь немножко раньше говорили, что новый инструмент, это всегда выход из зоны комфорта. Обязательно, всегда. Люди до этого не, не было необходимости это использовать, а теперь это новое. Вот у вас, кроме вас самой, в компании есть еще поддержка по использованию этого инструмента. Вот кто-то еще поддерживает эту идею, или вам приходится одной против всех? Нет, конечно, поддерживают. Все руководители направлений, все эту идею поддерживают. И, ну, в общем, сотрудники не высказывали никогда раньше какого-то сопротивления. Настолько давно часы в компании внедрены, что все так к этому привыкли, что это никогда не вызывало какого-то... А вы попытались, может быть, я просто сейчас, ну, поточнее пытаюсь какой-то срез для себя сделать, потому что, сами понимаете, универсального, как я уже сказала, рецепта для всех нет, вопрос идет о вас. Вот, может быть, там, вы говорите о том, вообще все тотально не используют, или есть кто-то, кто использует? Нет, есть кто использует. Вот, о том, кто лучше использует, кто этот инструмент действительно сделал для себя рабочим. Может быть, их попытаться каким-то образом мотивировать, поощрять, не мотивировать, поощрять за то, что они это делают? Ну, у меня скорее, вопрос философский. Ну, понятно, что есть какие-то тактические действия, да, чтобы все-таки люди начали заполнять, там, часы. У меня скорее, наверное, вопрос философский. Ну, если происходит такая история, что с внедрением нового инструмента на рабочем бизнес-процессе как бы все ломается, ну, что советуют делать консультанты? Там, менять инструмент обратно или все-таки заставлять сотрудников приучаться к новому? Ну, вообще, я бы вам предложила более по-подробному, по-подробнее поговорить на эту тему. Можем остаться после круглого стола и после кейс-клуба, или вы можете меня пригласить. Я могу вот посмотреть на месте в ближайшем приближении, как я бы это сделала, что я увижу какие-то там точки провала, да, но я могу сказать по опыту работы с бизнесом, если инструмент для вас не рабочий, не приносит нужных вам результатов, то, конечно, этот инструмент использовать нет, ну, нет смысла держаться за неработающие регламенты, нет смысла держаться за неработающие инструменты, но здесь существует другая опасность, отказаться от использования, например, инструмента, который может давать хороший для вас выхлоп, но при определенных условиях. Может быть, мы где-то чего-то неправильно делаем? Ну, да, поэтому я пришла за свой вопрос. Да, спасибо вам большое. Может, вы, Олег, человек, который работает с программным продуктом, что-нибудь еще скажете? Ну, Ольга тоже работает с программным продуктом. Да, мы тоже работаем с программным продуктом, мы любим программный продукт, как бы, но вот факт есть факт, да, как бы. Ну, потому что я вот встречалась с теми, кто говорит, что им недостаточно функционала. Вы говорите о том, что люди перестали работать, в том числе и функционал не дотягивает до вашего. Ну, скорее он переизбыточный. Ну, отключить лишнее. Ну, так не получается. Потому что мы у себя, честно, мы вот все лишнее мы порезали для того, чтобы... Не, ну, давайте все-таки возьмем по умолчанию, что продукт настроен корректно, да, то есть мы сейчас не будем там искать какие-то недостатки в настройках. Не, будем считать, что продукт настроен корректно, ну, в принципе, продукт, ну, удобен, им пользуются. Многие, да, как бы, не знаю, тысячи, тысячи, наверное, человек, десять тысяч, не знаю, много народов. Ну, смотрите, Оль, пользуются. У нас тут возникла такая, да, проблема, как только мы поменяли инструмент, все развалилось. Ну, смотрите, пользуются многие, я смотрю, вы на каблучках, а я без, понимаете, вот я на каблуках ходить уже не могу. Поэтому, вот тут тоже для кого что работает, кто может это использовать, кто не может это использовать. Если инструмент для вас подходит, да, если вы комфортно себя чувствуете при использовании инструмента, это одно. Если некомфортно, это другое. Тут два пути. Можно отказаться от использования, а можно попытаться разобраться, в чем дело. Ну, это такое, знаете, что, ну вот опять говорят общими фразами и не пытаются, но действительно пока конкретно сказать сложно, потому что, видите, я вам пытаюсь задать какие-то вопросы, мне важно как-то это понять поближе, посередине, вот тогда только можно говорить или попытаться это еще использовать, что-то с этим сделать, как-то какие-то шаги предпринять, или действительно, если у нас до этого инструмент был более работающий, мы от него получали больше удовольствия и организация была лучше, тогда, наверное, вот это другая история. В нашем случае тоже не выход, вернуться обратно, конечно. Можно я немножко поделюсь, наверное, опытом компании DNS Bittrex, собственно, когда еще не было облачной версии Bittrex 24, ну тогда еще и меня не было в компании, но историю-то я знаю, потому что писали об этом много мы, когда только-только наша же компания разработала Core Portal, мы сами первые на него перешли, ну то есть он даже еще не был нигде ни в продаже, ни внедрен, то есть сами использовали, сами тестировали. Насколько я знаю, тоже был очень сложный процесс адаптации к этому продукту, тем более тогда он был совершенно не тот, что сейчас, он там не был, наверное, в большей части функционал, он был неудобен, там был совершенно другой интерфейс, не такой приятный, как здесь. Ну это была первая версия, может быть, даже еще там какая-то бета или что-то. И людям очень сложно было. И здесь играла большую роль авторитет руководителя. То есть Сергей Рыжиков просто брал и говорил, мне не нужно писать в почту, мне нужно писать в Асику, пишите мне в Core Portal, вот в мессенджере, пишите мне сообщение, как сообщение, мы все переводим в портал. То есть это было сделано просто директивно и никакие другие каналы там, допустим, общения, они уже не воспринимались руководителем. Точно такая же ситуация была, когда я пришла в компанию, тогда уже был Витрикс 24 облачный, тогда уже было все красиво и удобно, но я никогда раньше не работала с продуктом, мне тоже было удобно, мне было привычнее общаться, допустим, письмо по почте написать. Мой руководитель говорил мне, пиши мне в Core Portal, других вариантов нет, и я приучилась очень быстро. Может быть, просто проблема в том, что нужно где-то пожестче надавить там или… Ну, нет, не в этом проблема, проблема, наверное, в том, что, в первую очередь, мне неудобно этим пользоваться, и у меня, например, пользование инструментом, не знаю, и, соответственно, я понимаю, что это также у моих сотрудников, да, как бы занимает, не знаю, в полтора раза больше, чем если бы, ну, я им не пользовалась. И меня это страшно фрустрирует, потому что, ну, зачем нужен инструмент, который не оптимизирует твою работу, а который, как бы, ну, увеличивает время, да, на какие-то вещи, которые, вроде бы, на которые время тратиться не должно. Я вот слушала, что говорит Маша, понимаете, вот есть период адаптации, период адаптации к новой работе, период адаптации к новой, к новому окружению, вы переезжаете на новое место, жительство, у вас на заводе начинается период адаптации, вы начинаете использовать какой-то новый инструмент, у вас начинается период адаптации, приходит новый сотрудник в компанию, адаптируется сотрудник, адаптируется компания к нему. Вот есть, не зря в нашем трудовом взгоднодательстве даже прописан вот этот испытательный срок, да, до трех месяцев для обычных сотрудников, до шести месяцев для руководящего состава. Я могу вам сказать, что это тот период, за который, вот, проходит адаптация, человек привыкает к своему рабочему месту, хорошего уровня, хорошего навыка, устойчивого. А тут уже и увольнять пора. Нет, нет, я про то, что вот наш мозг устроен таким образом, что ему необходимо время. Например, на своем рабочем месте, если вы меняете работу, вот у меня есть клиенты, очень многие руководители, которые сами быстрые, да, и говорят, мне не нужно, чтобы человек адаптировался, мне нужно, чтобы он пришел и начал выполнять свою работу. Так вот, период адаптации никто не может отменить. Ну, просто законы существования нас, как биологического вида, они таковы. Наш организм существует по определенным законам, наш мозг работает по определенным законам. И вот хорошего, продуктивного, профессионального навыка на своем рабочем месте человек, знаете, такая неосознанная компетентность, когда человек уже знает, в каких ситуациях что он делает, работает на автомате, обладает устойчивым навыком, это происходит где-то за полтора-два года. Вот это тот период, когда навык нарабатывается. Для того, чтобы внедрить программный продукт, тоже необходимо время. Вы правильно сказали, существует сопротивление даже у вас. Потому что, если мне не совсем нравится, понятно, что моим сотрудникам это тоже будет. Потому что они очень сильно считывают, что делаем мы как руководители. Мы же на уровне ценностей несем очень многие вещи в компанию. А если взять, пойти другим путем? Если взять, посмотреть, какие есть узкие места и подумать, каким образом это можно оптимизировать, решить. Потому что мы у себя тоже какие-то вещи, для нас были очень сильно неудобные. Мы как-то что-то допилами, что-то доработкой под себя, мы что-то оптимизировали, сделали проще, удобнее. То есть у нас особенно это программистов касалось всех, у нас вообще другим путем пошли. Ну да, это понятный путь. Я скорее хотела получить ответ на вопрос, есть ли какой-то очень прямой ответ. Меняйте инструмент или заставляйте сотрудников до бесконечности. К сожалению, всегда, и тут тоже истина посередине. Оля, у меня может быть такой не очень патриотичный вопрос. А чем руководствовались при выборе Мины Битрикс24? Аналоги, может, какие-то рассматривали, другие решения. Почему его внедрили? Может быть, проблема в том, что что-то другое могло бы подойти лучше, просто его не увидели раньше. Как вообще решили, что будем пользоваться именно этим инструментом? Мы пользуемся, мы, не знаю, сами партнеры Битрикс24, мы хорошо знаем продукт. В принципе, если говорить о таких, наверное, корпорталах, то по-хорошему конкурентов-то и нету. Мы же там не CRM выбирали, да, не задачник. Ну и при этом, ну а что выбирать? Мегаплан? Боже упаси, как бы, да. Ну, смотря какие задачи вы должны решать. Вообще, что планировать? Мы хотели соединить, ну, как бы, все в одном продукте, да, все бизнес-процессы рабочие. У нас был свой написанный интранет, там, мы его на протяжении какого-то времени дописывали, дописывали, дописывали. И когда стало понятно, что, там, не знаю, мы не хотим ставить стороннюю CRM, а внутри писать дорого, да. То есть, и вообще, ну, владение собственным продуктом, оно всегда требует, ну, больших ресурсов, это дорого. Поэтому мы остановились на портале и вводили его очень постепенно, да. То есть мы там начали, начали CRM, потому что она нужна была нашим аккаунтам. Потом там люди стали общаться, писать в ленте, потом отключили все рассылки и перешли, да, все, ну, как бы, все сообщения, все рассылки стали на портале. Ну, ровно как вы говорите, что, да, вот теперь будет так, так, как иначе. А на, ну, потом, не знаю, там, внедрили документы обороты, пошли по кусочкам. А когда коснулось самого сложного и самого важного, это, соответственно, задача и время, да, все, что касается, в общем-то, основного бизнес-процесса. На этом, ну, вот, мы натолкнулись на то, что никому пользоваться неудобно, это отнимает кучу времени, время перестало собираться. Каждый раз руководители должны тратить кучу времени на то, чтобы это контролировать, да, пинать, там, ну, и так далее. И как мы не пытаемся, вот мы, там, с этим куском инструмента, мы с ним никак не можем побороться, ну, потому что достаточно много времени прошло. Ну, может быть, его тоже как-то постепенно внедрять, может быть, там, по разным отделам, там, где-то пока вот лучше работает, подключать постепенно других пользователей. Ну, тоже как-то кусочками, не сразу. Ну, можно, конечно, кусочками, да, вот какая проблема у нас сразу возникнет. Как только мы теряем часы, мы теряем правильные расчеты. Мы не понимаем, сколько стоит проект, да, мы не понимаем, правильно ли мы его продали, мы не понимаем, правильно ли мы его сделали. То есть, на самом деле, часы у нас, ну, если не говорить о медийной, там, составляющей бизнеса, да, это, в общем, ну, основная, ну, не цифра, основная, как правильно сказать, не категория. Ну, в общем, основной параметр, да, потеряв который, и все остальное просто разваливается, да, можно, не знаю, сколько угодно следить за дебиторкой, за кредиторкой, там, за налогами, ну, за чем угодно, да. Ну, как только мы теряем часы, вот, как мы только не умеем его собирать, этот параметр, все, как бы, вот, ну, сразу вся экономика агентства и управленческая отчетность, она вся разваливается, потому что… Вопрос в учете рабочего времени. Я понял вопрос, у нас примерно то же самое было, именно что касается именно производства, и мы пошли другим путем, мы всю разработку, они сами выбрали, смотрели разные инструменты, они сами выбрали RedMine, и мы просто, разработка работает в RedMine, и мы настроили интеграцию с порталом, то есть менеджмент все, и административный весь персонал, продажники работают в портале, а программистам своя песочница, и просто интеграция туда. Ну, вот мы анализируем разный опыт, да, на нашем рынке, и мы еще не видели ни одну компанию, которая полностью бы работала на портале. У всех в основном вынесены задачи, и мы, на самом деле, тоже очень долго планировали оставить задачи в своем интернете, потому что, ну, они у нас там идеально сделаны, там можно клиентов подсоединить, можно фриланс подсоединить, там, да, и… Но в какой-то момент, значит, новые клиенты стали заводить на портале, старые остались там, и, ну, как бы, наступил хаос. А почему нельзя, как бы, ну, было две системы держать, потому что, значит, надо два раза заводить клиента, два раза заводить контакты, два раза заводить проект, ну, и так далее, да, чтобы все было здесь, а задачи были там, и никак это интегрировать невозможно. Но, опять же, суть по опыту, вот я смотрю, практически ни у кого нет такого, чтобы это было, чтобы это была одна система. Я хотела согласиться, да. Но я специально перешла на портал, чтобы избавиться от множества систем вокруг, да, и не хочу теперь, ну, ставить вокруг еще три или четыре системы. А вы не попытались, потому что, вот, смотрите, Оля, я поняла, в чем дело, да, я очень часто с этим сталкиваюсь, с отечниками я работаю достаточно давно, наверное, где-то 2006 года, и вот вопрос… Я сейчас скажу, почему я про айтишников, да, потому что я в своей практике у них столкнулась вот с этим учетом времени, да, который тратится на проект для того, чтобы оценить стоимость проекта и оценить потом вложение затраты временные каждого отдельно взятого сотрудника и так далее. И я тоже не видела где-то, чтобы люди что только не делают. Это такой очень тонкий момент, который, вот, я тут с вами соглашусь, я поняла. Может быть, такое, знаете, из облака предложение. Собрать фокус-группу, ведь у вас 50 человек, вы пробовали опыт введения и там, и теперь используете Bittrex24. Возможно, вы какое-то решение для себя придумаете на основе Bittrex24. Как-то это должно быть по-другому. Знаете, обычно, вот, самые работающие вещи находятся в головах ваших сотрудников, потому что сколько мы можем сейчас предположений делать, сколько давать советов, но вы правильно сказали, это все будут какие-то общие вещи и серединки, и ничего конкретного. Может быть, вот, к опыту компании обратиться, к опыту людей. Ну да, вот, мне эта идея не нравится, хотя она вроде очень, ну, банальна, и обычно мы пользуемся такой идеей, собирая людей. Видно, эта проблема нас так всех пугает, что даже ни у кого нет мысли собраться все вместе и это обсудить. Потому что сейчас делать какие-то, вот, давать какие-то советы вам, это все равно пришивать новую почку. Заработает это или не заработает, еще вопрос. А вот заставить работать уже ту, которая у вас прирослась, живая, своя, родная, мне кажется, вот, отдача будет быстрее. А можно я еще коллеге вопрос задам? Вот вы говорите, у разработчиков френдмайн, а у менеджеров, а у дизайнеров? А все остальные в портале. А как тогда вы вообще там проект делите? Одни, один кусок там, другой кусок там, не знаю, то есть менеджер… Раскрывайте секреты, Олег, рассказывайте. Ну, просто как-то, мне кажется, очень получается тоже непросто. Ну, то, что если смотреть именно разработку, то там много есть удобных как раз инструментов под редмайн еще написано. Где можно там трекать время. Собственно говоря, весь деф, он как раз с редмайном и чекает свое время. И потом это уже интегрируя в портал, мы просто по порталу мы собираем все это время. То есть уже по этим… А что касается именно проектов, они… Стараемся все-таки, чтобы они… Пока есть в этом плане неудобства, но мы стараемся это, чтобы ввести дальше уже на портале всю историю. Потому что у меня тоже есть задача, чтобы полностью весь проект был полностью прозрачен от начала до конца. То есть там с продажами все достаточно более просто получилось, а вот что-то дальше там тоже какие-то пути решения ищем. Ну, а если брать там, например, там большие компании, где идет внедрение, то портал очень часто используется как точка входа. То есть у них уже есть одна, вторая, третья системы, и для того, чтобы не переключаться, то есть идут какие-то интеграции, и они просто собирают из разных систем, и там люди не специализированно работают в портале, а те, кто специализированно работают там в своих системах уже. Тут решений много. Маша, я правильно понимаю, что нас слушают там не только рынок разработки, да? Ну, у нас разные участники. Поэтому давайте немножко от рынка разработки дойдем в сторону. У нас есть вопросы близкие по теме к обсуждению. Может быть, у Ольги тоже какие-то варианты, ответы интересные. Вот, например, люди спрашивают, как контролировать и мотивировать, про мотивацию несколько вопросов. Как контролировать и мотивировать сотрудников, которые работают удаленно? В моей компании работают три менеджера и все удаленщики. Один из них работает очень хорошо, а два других по сравнению с тем, дают результат в 3-4 раза хуже. Вот как быть в этой ситуации? Вот про удаленщиков вопрос опять. Ну, как я уже сказала, да, если результаты у нас устраивают, это одно. Если они нас не устраивают, ну, принимайте решение, нужен ли вам такой сотрудник. Вот здесь я кардинально… Вот так вот жестко. Вот так вот жестко. Вы знаете, ну, если мы говорим о бизнесе, то вот так жестко, да. Я недавно была на встрече с одним своим клиентом, и вот у нас зашел разговор по поводу того, что люди недостаточно хорошо выполняют свою работу, в частности, не пишут отчеты, потому что они говорят, что это отнимает у них кучу времени, придумывают всякие там, всякие разные вещи. И она говорит, ну, понимаешь, вроде бы все хорошо, решили поменять, берем новенького, там, через две недели он тоже перестает писать отчеты. Говорю, а чего он будет его писать, если эти-то не пишут? Он смотрит, что можно в компании, понимаете? Вот и, в общем-то, я к чему? К тому, что, когда я задала ей вопрос, почему вы не применяете никаких мер к этим людям, она говорит, ну, люди-то хорошие. А вот тут, опять же, идем к тому, что нам нужно, да. Хороший человек, который… или тот, который дает нам результат. Когда мы подбираем сотрудников, я всегда говорю руководителям, попытайтесь оценить какие-то параметры на входе. Если он не вошел в вашу рамочку, не пытайтесь его туда впихнуть искусственным образом. Если человек не дает вам нужный результат, если нет от него того выхлопа, который вы от него ожидаете, ищите другого человека, вам нужен результат. Мы нанимаем на работу не людей, мы нанимаем на работу функции, к сожалению, когда касается бизнеса. Это здорово, если эти два параметра совпадают. Если это замечательный человек и хорошо выполняет свою работу, работающая функция. В данном случае функция не работает. Ну тут я соглашусь, я на самом деле достаточно часто, ну не часто, но когда я расстаюсь с людьми или когда я предупреждаю, что я буду с ними расставаться, я вот очень часто говорю о том, что ну ты очень нехороший человек, да, там, не знаю, Ваня Иванов, ты замечательный, но как функция ты меня не устраиваешь, да, ты как, не знаю, как там, менеджер, руководитель проекта, ты меня не устраиваешь. И всегда там происходит такая дискуссия, как так может быть, типа я нравлюсь как человек, но вот я как менеджер не устраиваю, потому что, ну это да, это абсолютно разные вещи, и люди очень, ну практически все этого не осознают. Я помню, на заре моей молодости мне тоже шеф говорил, ты очень хорошая девочка, Оля, я тебя очень люблю, ну там, как руководитель, ты меня не устраиваешь, да, если ты что-то не поменяешь, то там, нам придется раз, и я говорила, как это так? Там, я Ольга Куликова, я руководитель, это одно и то же лицо, он говорит, нет. Вот, и я тоже могу сказать, наверное, что если человек не работает или нет результата, никакой мотивации, ну его не замотивируешь. Ну то есть, мне кажется, мотивацией можно менять, вот некий процент эффективности, но если человек не дает результат, ну если надо расставаться. У нас про мотивацию еще один вопрос, стоит ли мотивировать творческих сотрудников премиями? Ну, тоже хороший вопрос, это тоже все сюда же, но я думаю, что если мы говорим о мотивации, как о способе воздействия на человека, для того, чтобы он реализовал свои внутренние потребности у нас в компании, если человек приносит нам хорошие результаты, о чем мы сейчас с Ольгой говорили, почему бы его не поощрить? Я могу сказать, что премии работают только когда они прозрачны, понятны, и сотрудник понимает, как они начисляются. Соглашусь. Ну, за долгий бизнес-опыт у меня было много случаев, когда ты даешь человеку премию, он потом работу перестает, да, вот, и сейчас мы ввели такую систему, даже творческие сотрудники имеют очень четкий KPI, и один из KPI у этого творческого сотрудника – это улучшение той компетенции, которую, не знаю, он сам, например, хочет прокачать, или мы, как компания, хотим в нем прокачать, да, не знаю, там, уметь научиться новым инструментам, не знаю, провести какие-то семинары, сходить самому там, закончить, да, там, на воркшоп или еще что-то. И тогда, конечно, ну, премия собирается из определенных факторов, сотрудник четко понимает, откуда доберется, ну, не знаю, там, выиграть премию, да, ну, тоже, в общем, хороший KPI, и да, это работает. Я добавлю, вот Оля сейчас про премии заговорила тоже, я могу сказать, что по статистике премия, например, должна быть не менее 10% ежемесячного дохода сотрудников. Если вы хотите его премировать за что-то, то, знаете, бывают такие руководители, которые говорят, ну, вот я ему сейчас тысячу добавлю к заработной плате, да, вот в виде премии, там, вот он там за что-то, не работает, если это ниже определенного уровня. Поэтому это тоже должно быть очень качественно. Используйте средства с умом. То есть, я правильно понимаю, если премия квартальная, то это 10% от трех месяцев. Да, да, да. А давайте теперь про KPI. У нас есть такие уже более технические вопросы. Можно ли через BITREX24 назначить KPI сотрудникам и контролировать их выполнение? Это мой вопрос. Хороший вопрос. Просто у нас во внедрениях, у нас несколько раз, мы как раз сделали KPI. В частности, один из последних проектов, это мы KPI считали для продажников. То есть, это торговые представители. С одной стороны, одни это торговые представители, второе это менеджеры отдела продаж. И KPI складывалась там, большая там схема. KPI, во-первых, из прозвона, ну, во-первых, ответный вопрос можно. Вот второе, тут все зависит от формулы начисления KPI. То есть, конкретно в продажах там есть все количественные показатели. То есть, во-первых, начнем с обзона своих клиентов, то есть там у них клиенты А, Б, Ц по категориям. Там количество звонков, там просто по количеству звонков, там по количеству продаж. Там для торговых представителей, там количество объезженных точек в течение определенного периода и сдачи своевременный отчет. То есть, в принципе, KPI считается прозрачно, выполняет, он видит как раз процент выполнения и по факту, сколько там он начислен. Один из примеров. А вот еще, наверное, вопрос имеет отношение к KPI. Из онлайна нам задают вопрос, как проверять скорость работы. Например, скорость работы программиста или маркетолога. Вот не совсем понятно, что такое скорость работы, но, может быть, есть ответ на этот вопрос. В правильной постановке задачи должно быть отражено время, к какому времени вы должны получить… То есть, вопрос в том, как правильно поставить задачу. Конечно, конечно. Обязательно должно быть зафиксировано время, к какому сроку это нужно сдать. То есть, мы просто ставим сроки. Просто ставим сроки, это все очень просто. Есть ощущение, что человек что-то другое спрашивал, но, возможно, уточнит. Может быть, уточнит, да, и на какие-то вопросы мы ответим еще. Так, давайте еще про KPI и про технические моменты с Битриксом. Вот вопрос хороший. Сколько часов вы считаете офисный сотрудник среднестатистической компании из 8-часового рабочего дня тратит эффективно? Ну, вообще, я за то, чтобы все 8 тратил эффективно. Я вообще за это. Ну, это мы все за некоторые даже 24 считают достаточно. А вот в реальности есть какая статистика? Знаете, мы такую статистику не считали, я могу вам сказать. Есть разная статистика. Вот есть, например, статистика, которая говорит о том, что для того, чтобы человек достиг какого-то профессионального уровня в своей области, он должен наработать 10 тысяч часов в среднем. То есть, выполняя какую-то свою функцию. Ну, вот такая статистика, например, если кому-то интересно. Что касается, сколько он времени тратит эффективно, я, честно говоря, не знаю. Я не считала. Опять же, давайте, ну, мы все разные. И характер деятельности у нас у всех разных. У Ольги, как у руководителя, он один. У Олега он другой. У меня он третий. И я не могу сказать. Дело в том, что как можно измерить, вот, можно, например, измерить, с какой эффективностью работает мозг на протяжении нашего рабочего дня? Смотрите, кто-то хорошо соображает утром, а кто-то, наоборот, начинает к вечеру, да? Ну, и как можно скорость, например, работы мозга измерить? Ну, то есть, вот такие, это такие же вопросы про эффективность. Я за то, чтобы человек на своем рабочем месте, его использовал время эффективно. Больше я, наверное, вот не могу сказать, какова скорость и сколько в процентном соотношении. Хотя вопрос очень интересный. Спасибо огромное. Тогда переходим, наверное, к Битрексу. Есть конкретные вопросы у нас. Например, про отчеты в основном. Как быстро проанализировать потраченное время сотрудников за период? Какие отчеты для этого использовать? Может быть, Юрий у нас подключится и покажет на практике, как это делается? С колес сейчас. Собственно, если в трансляцию у нас переключится Битрекс 24, с экрана сразу это портал тестовый наш, все данные вымышленные и совпадения случайные. Соответственно, по рабочему времени в Битрексе отчетность, вопрос, она представлена, само собой. Для этого у нас есть и учет рабочего времени в плане посещаемости ежедневной, то есть сколько человек провел времени на работе, когда он уходил на обед, когда он пришел, ушел. Все опоздания и проведенные встречи мы можем учитывать. Для этого есть инструмент рабочего времени. Соответственно, порталя справа вверху на зеленом фоне, он у вас присутствует в платных тарифах. Кроме того, есть учет времени по задачам, само собой, тарификация, именно выполнение результатов для нас важна. Соответственно, эти отчеты Битреса также представлены, в задачах вы можете их посмотреть. Для этого, само собой, нужно прописывать правильный экиператор, о чем мы говорили уже, и правильно мотивировать сотрудников на заполнение часов в задачах. И я считаю, поменьше выбора давать, то есть удобен инструмент или нет, нужно отчетность вести. И, соответственно, здесь вы можете увидеть занятости по проектам и по отдельным задачам, посмотреть, сколько времени было затрачено. Кроме того, эти отчеты можно довольно гибко настраивать, вы можете добавить свой отчет справа вверху. Соответственно, если какая-то специфичная задача, которой здесь нет, вы можете обращаться к партнерам. Они помогут настроить нужный KPI и нужный учет, тарификацию времени. Если коротко, то так. Хорошо, следующий вопрос. Надеюсь, что ответили. Следующий вопрос у нас. Хотелось бы интерактивный пример работы с совместными задачами. Постановка, включение в планы календарь, привлечение соисполнителей, детализация, отслеживание этапов выполнения, коммуникации в процессе по задаче, закрытие и разбор полетов. Это, наверное, целый вебинар можно такую теме посвятить. Но если вкратце хотя бы что-то из этого можно показать? Потому что есть еще один вопрос похожий. Как ставить задачу в проекте, если исполнителей несколько по каждому направлению? И сроки у каждого свои, и задачи тоже свои. Вот как-то так. Давайте так. Интерактивный пример мы не будем показывать, потому что нужно несколько аккаунтов, несколько компьютеров, и смотреть взаимодействие. Но покажем коротко те инструменты, которые для этого есть. Соответственно, они в битрексе все присутствуют. То есть по любой задаче вы можете добавить, сразу отвечая на вопрос по исполнителям. У нас есть возможность сделать соисполнителей по каждой задаче. Кроме того, можно одну и ту же задачу скопировать отдельно, чтобы она у каждого была не одной задачей как сущность, а у каждого была своя задача с одинаковой формулировкой. Это все легко делается. Соответственно, по проектам тоже самое. У вас есть возможность вести проекты в битрексе 24. Соответственно, у проекта какая-то одна общая задача. И в рамках одного проекта можно вести несколько задач, соответственно, давая отдельным сотрудникам отдельное задание в рамках проекта. Возможность включать подзадачи. То есть мы можем одну большую задачу поставить руководителю, а он будет делать в ней подзадачи для своих подчиненных. Наверное, это все. По поводу взаимодействия в задачах. Соответственно, если мы посмотрим одну из наших вымышленных задач, полностью есть история изменения. Мы можем указывать за затраченное время на выполнение задачи. Причем каждый сотрудник может вести там свое время. Соответственно, все взаимодействие и по задаче в рамках нее можно вести в комментариях. И по проектам отдельным также мы можем обсуждать как общие ленты, так и в задачах всю необходимую информацию. То есть по проектам, более того, кроме задач, мы можем обсуждать и в календарях планировать, и в живой ленте в рамках проекта обсуждать какие-то текущие дела, соответственно, делать какие-то справочники в виде небольших статей в формате Википедии. То есть по конкретному проекту ввести какую-то информацию, опять же в рамках нее и взаимодействовать, и доносить до клиента и до наших сотрудников информацию. Весь функционал представлен довольно простой, можете опять же обратиться к партнерам, чтобы могли, презентовали, показали, обучили. Хорошо, спасибо большое. Есть что-то ответить, Аня? Нет, нет, я просто помогаю. Тогда еще вопросы по BITREX24. Вот интересный вопрос. Как организовать ежедневную загрузку для менеджеров, исходя из работы с CRM и задачами, чтобы менеджер знал, что он делает сегодня? Например, звонит клиентам в CRM, согласовывает сложную поставку в задачах, а что ему нужно сделать завтра и так далее? Можно ли там на неделю запланировать работу менеджера? Безусловно. То есть инструменты планирования в CRM. Есть и, собственно, в CRM две важные функции. Одна из них – это планирование работы менеджеров, удобство работы с клиентами, введение. Вторая – это отчетность для руководства. То есть если мы не можем посчитать бизнес, мы не можем им управлять. Но мы на первой части о планировании времени. В рамках CRM, само собой, больше организовано именно личное планирование с менеджерами. То есть не руководство заставляет, пинает, выделяет какой-то пул клиентов, а менеджер сам планирует свою работу. Опять же, то, о чем уже сегодня говорили мы, это немного более свободный, немного более творческий процесс, как наш менеджер будет вести сделку с клиентом. Соответственно, здесь можно увидеть примеры постановки задач и планирования. В рамках контактов, компаний, сделок, в любой сущности у нас есть колонка с делами, и любой из дел можно запланировать. Как отчет о текущем событии мы можем ввести, например, звонок, так и спланировать себе на будущее. В данном случае мы видим письмо клиенту, которое мы планировали отправить или отправили. Точно так же мы можем добавить к любому клиенту, запланировать задачу, событие, встречу, звонок, отправить письмо. Все это мы можем запланировать, запланировать на любой срок. Собственно, так и работает любой CRM, любой менеджер спланирует себе звонок следующему клиенту после общения, например, через неделю или через месяц с новым ассоциацией, уточнить по ситуации. Кроме непосредственно постановки задач и событий по клиентам, само собой у нас есть сущности, которые отображают процессы. К ним относятся сделки или лиды. В них есть инструмент процессов, который также нам позволяет работать с клиентами, планировать свое время. Пример сценарий. Мы можем отобрать сделки по фильтру, по статусу, который находится, например, в коммерческом предложении. И за один день прозвонить сразу 10-15 клиентов, кому мы отправили коммерческое предложение, но не получали ответа. Соответственно, это удобно и для менеджера, он понимает, что он должен делать. Он в режим работы входит, в котором ему легко прозвонить клиента по одному сценарию, общаться с ним по поводу коммерческого предложения, и он легко может посмотреть, что у него сейчас по клиентам происходит, что висит, на кого нужно обратить внимание срочно, на кого потом. То есть все инструменты для планирования именно собственной работы менеджеров, они в битрикс24 присутствуют. Всевозможные напоминания о клиентах, о незавершенных делах по CRM также присутствуют, в виде напоминаний при необходимости вылезают. Если нам нужно, например, позвонить клиенту, мы можем поставить себе всевозможные напоминания и в мобильное приложение, и на e-mail, кроме тех таблиц, которые отображаются, список клиентов. То есть все возможности именно для личного планирования присутствуют в битриксе. Поэтому менеджерам очень нравится работать с CRM. Из нашего опыта. Замечательно. Еще серия вопросов про учет времени по задачам. Значит, первый вопрос. Как настроить системный шаблон задачи так, чтобы при постановке всех задач сотрудник, постановщик обязательно ставил прогноз часов, а исполнитель фиксировал часы? Отвечаю. Собственно, шаблон задачи подразумевает, что мы уже какие-то данные заранее в ней прописали. Поэтому если мы хотим, чтобы они в каждой задаче указывали время, соответственно, разное время, это уже не шаблон, это наоборот не стандартная задача, индивидуальный подход к постановке учета времени. Собственно, в рамках любой задачи в битриксе 24 мы можем указать учет времени и планируемые трудозатраты. Единственное, что в плане шаблонов можно применить, чтобы эта галочка, которую мы здесь видим, ставилась автоматически. То есть если у вас формулировка, ответственные сроки, все будет разное, то шаблон применять не имеет смысла, а учет рабочего времени уже в каждой задаче по умолчанию присутствует. Понятно. А еще вопрос. Можно ли с помощью битрикс 24 отслеживать время, посвященное выполнению заданий, без необходимости исполнителя нажимать кнопку «Начать выполнение»? Отвечая сразу на, наверное, множество вопросов подобного плана, битрикс 24 – это все-таки инструмент этой системы. Ей нужно понимать, откуда человек начинает работать и где он заканчивает. Соответственно, вам нужно ей сообщить. Если неудобно сообщать кнопочкой, можно использовать какую-то карточку, которую мы прижимаем к нашему, проходной к нашей, либо сканер отпечатка глаза, что угодно. То есть можно использовать разные инструменты, которые доносят до битрикса, что мы начали работать, в том числе и по задаче, в том числе и рабочий день начинается. Соответственно, вам нужно понять, что для вас удобнее. Если вам не нравится нажимать кнопку «Начать рабочее время», вы можете в любой задаче, просто постфактум, вечером перед уходом, внести, сколько времени вы потратили на каждую из них. То есть без проблем такой инструмент есть. Мы посчитали, что 2 часа сегодня я отдыхал в социальных сетях, а 6 часов поработал. 2 часа по этой задачи, 2 часа по этой. Отписали. Тут у руководства скорее появится вопрос, как мы учитываем, как сотрудник самооценивает свое время, правильно ли он его вносит, не нажимая этой кнопочки. Но вот инструмент, например, такой есть. Если он тоже не устраивает, уже нужно думать, как именно вы хотите, чтобы битрикс узнавал о том, что вы работаете. И тогда вот по поводу карточек. Вопрос был привязка карт доступа к учету времени в битрикс 24. Ну, видимо, возможно ли и как? Такая возможность есть, безусловно. На облаке возможно ли реализовать, я думаю, Олег, не сможет нам подсказать технического вопроса по API. То есть это мы можем у коллег, у технических специалистов уточнить, сходу не скажу. Насколько я знаю, скорее да, чем нет. И в облаке, в коробочном продукте, само собой это можно сделать, без проблем. Такие даже кейсы у нас есть, когда мы по именно карточке, просто приход на работу отмечался. В облаке нужно посовещаться, если требуется, обращайтесь, мы уточним у специалистов по разработке. И вот еще один уточняющий вопрос. Как учитывается рабочее время сотрудников? В 8-часовом формате? Или им необходимо каждый раз, уходя на перерыв, или в конце рабочего дня, ставить задачи на паузу? То есть, да, мы рабочий день заканчиваем в битриксе, задачи автоматически заканчиваются на этом? Или нужно каждую ставить на паузу выполнения? На данный момент, насколько я знаю, реализован функционал, когда мы должны сами ставить на паузу задачу. Собственно, бывает обращение от клиентов, из опыта, из практики, когда действительно заканчивают рабочий день сотрудники, но задачи свои на паузу не ставят, и получается, что у них тарификация именно по задачам идет неправильно. То есть, он 24 часа работал на задачи, которые начал вчера в 5 вечера, а в 8 утра она у него уже давно в работе. В таком случае просто отменяет тарификацию, которая была учтена автоматически, вносит вручную по задаче, изменяет вручную. Насколько я знаю, этот функционал не был исправлен пока, но в ближайшее время разработчики, насколько я знаю, опять же на ней работают. То есть, такой кейс был, такой вопрос в битриксе отдавали на разработку, и он должен появиться в ближайшее время. Хорошо. И давайте теперь вернемся, наверное, к более общим вопросам. Есть несколько очень интересных. Например, вот мой любимый вопрос. Как избавить сотрудников от синдрома много дел? Ань, наверное, к вам вопрос. Да, вопрос, наверное, ко мне, потому что, знаете, вот слона всегда едят по частям, нельзя его проглотить сразу. Когда у нас сваливается куча дел на нас, ну это тоже существует по какой-то причине. Вот я вообще запланирование, очень вообще сильно запланирование, потому что если мы начинаем планировать, если мы накачиваем эту мышцу, то у нас меньше вероятности вот такой работы. Хотя очень часто, сегодня время такое, мы существуем в условиях многозадачности и вынуждены в этих условиях существовать. Вот надо закрывать просто эти циклы, не давать задачам долго висеть, потому что когда они накапливаются, они не закрываются, они висят огромным слоном над вами, то возникает ощущение, что еще чуть-чуть, и вы будете погребены под этими задачами. Но задачи должны закрываться. Это вот чуть-чуть, мы раньше об этом говорили, должны быть понятные сроки, когда каждая задача должна закрываться. И нужно вообще учитывать, наверное, вот единицы управляемости нашими задачами, нами. То есть есть определенный объем задач, которые мы можем тянуть. Но это вот сюда, это такой-то достаточно комплексный вопрос. Вот, потому что... Ну я, может быть, немножко уточню, да, вот у каждого, допустим, есть на день свой план сделать там пять пунктов, важных, не очень важных. Открываешь рабочий день, открываешь почту, открываешь сообщение, понимаешь, что у тебя вот кроме этих пяти твоих запланированных еще начинают сыпаться куча сообщений. А давай срочно сделаем вот это. Нужно срочно подправить. Почитай, посмотри, пожалуйста. Там еще куча-куча дел. И ты никак не можешь приступить к основным, а потом ты настолько уже выдыхаешься, что уже думаешь, ну я уже столько сегодня переделал, я эти пять на завтра отнесу. Вот как с этим бороться? Я опять тут о планировании скажу, что давайте помнить, что один из принципов планирования учитывать вот соотношение 60 на 40. 60 процентов вашего рабочего времени должно быть запланировано вами и жестко, да, а 40 процентов оставляете на те задачи, которые сваливаются вам на голову. Это примерно половина рабочего дня. Придерживаемся. Есть такое понятие, как матрица Эйзенхаура. Все руководители знают, мы все знаем, важно срочно, неважно срочно и вот и так далее, да. То есть это тоже. Мы откликаемся на задачи, которые на нас супятся, потому что мы хотим быть хорошей коллегой, хорошей Машей, мы вместе пьем кофе или потому что это действительно важно и срочно сделать. То есть я думаю, если мы начнем вот приоритеты расставлять и действительно обратим на это внимание, ну мы научимся немножко этим руководить, управлять этим. Я думаю, что так. Какие-то практические, может быть, советы, например, там, не знаю, ставить мессенджер, статус недоступно, занята, или там что-то такое. Насколько это вообще приемлемо? Мне кажется, здесь хороший совет с почтой. Надо убрать настройки, что почта валится в том режиме, в котором она валится. Это о чем я, да, говорили, что есть, допустим, три промежутка в течение дня и можно заглядывать в почту в определенные промежутки. Ну, заглядывать, когда она валится, каждую секунду, держать себя в руках сложно, а выставить настройки, что получать почту, не знаю, если не раз в три часа, а то хотя бы раз в час, это очень экономит время, особенно, там, не знаю, у менеджеров проектов, да, там, у менеджеров, потому что очень часто бывает, я даже по своим знаю, вместо того, чтобы делать запланированные вещи, они сидят там, да, и проверяют почту, отвечают на эти письма, на которые, в общем, можно было бы не отвечать. И, конечно, почта является таким прямым. Мы сейчас живем в тот век, когда вот управление информацией и коммуникациями должно стать одной из основных наших функций, потому что, действительно, информации много, на нас сыпется масса ее, мы очень многим людям нужны в процессе выполнения своей работы, и если этим процессом не управлять, то вот как раз-таки мы и зароемся. Отлично, спасибо большое. То есть матрица Эйзенхауэра, 60 на 40 и почта раз в час. Почта раз в час. Замечательно. Мне кажется, трех советов будет для начала. Это работающие, конкретные вещи. Очень часто у меня на тренингах спрашивают, дайте, пожалуйста, новые инструменты, новые технологии. Но знаете, ребята, результаты вот приносят хорошо уже отработанные старые вещи. Все новое, это хорошо забытое старое. Вот просто нужно делать, нужно накачивать эту мышцу. Легко говорить, например, что планирование не работает, что в современных условиях это невозможно. Работает и возможно. 10 минут планирования экономит в день до часа времени. Это говорит о том, что ваш фокус в нужном месте, в нужное время, на нужных вещах. Ну, я хотел бы добавить тут не только почту. У нас, если там взять телефон, телефон тоже, там различные мессенджеры, соцсети, все это. Просто отложите от себя, если что-то надо важное делать, отложите от себя телефон, отключите там все коммуникации, занимайтесь делом и все. То есть я там лично, когда мне надо погрузиться куда-то, я включаю музыку, я убираю телефон, я все отключаю, все коммуникации, просто занимаюсь делом. То есть еще лучше в переговорку идти, закрыться, сказать, что меня это там полчаса не трогать. Вот это работает. Еще у нас один вопрос. Я думаю, что мы можем дать как общие советы на него, так и примеры из Битрикс24. Как понять, эффективными ли способами сотрудники ищут нужную информацию, сколько времени допустимо уделять на это специалистам отдела продаж? Вот по поводу поиска информации. Знаете, вот, кстати, по поиску информации очень интересная статистика. Она говорит о том, что ежегодно мы тратим на поиск информации 7-9 недель продуктивного рабочего времени. Вот занимаемся поиском информации, представляете? И что с этим делать? Ну, как-то в этом жить. Структурировать, хорошо. Как структурировать? Ну, опять же, где? Если мы возьмем, например, продукт, Битрикс24 есть полнотекстовый поиск, в принципе, можно искать не только по данным, но и, в принципе, по всем документам, по всем офисам документов, которые есть внутри. То есть главное эту информацию, во-первых, складывать туда, чтобы она всегда там была, то есть заставить сотрудников, чтобы они обязательно хранили информацию в едином месте. Ну, и, во-вторых, собственно говоря, пользуются поиском. Ну, как там, несколько кейсов у нас было, там, в ряде компаний, где достаточно сильная IT-составляющая, не IT-компания, но IT-шники сильные, они для себя разворачивали Википедию, то есть внутреннюю, потому что, ну, там есть свои нюансы тоже в Википедии, потому что она трудно пополняется людьми, которые там далеки от компьютера. Вот, в принципе, вот такие варианты. Ну, тут действительно, я тоже соглашусь с Олегом, тут может быть порядок в делах, и опять же, то же самое пресловутое наше планирование, о котором мы можем говорить много и долго, да? Вот если мы начинаем организовывать свой рабочий процесс, у нас меньше шансов зависать на поиске информации. Как оценить, эффективен ли канал вот поиска информации, который использует твой сотрудник? Ну, я думаю, это тоже потому, как дела вот вообще случаются, потому как задачи выполняются, потому как сроки исполняются, я думаю, только так. А я вот сейчас вспомнила кейс, наш же собственный кейс из нашего отдела маркетинга в компании NSB-Trix. Была ситуация, когда я поняла, что вот у нас несколько мероприятий одновременно планируется разных, по каждому кучу задач, сообщений, в которых вся информация копится. Где-то там мы регистрации считаем, где-то там какие-то там баннеры или что-то еще, и все это разбросано по вот этой вот живой ленте, и найти невозможно. Я поняла, что вот в какой-то момент все, я потерялась. В каком сообщении говорили об этом, в каком об этом. И стала спрашивать у коллег, что нам делать, как структурировать, мы нашли два варианта. Первый – это задачи с подзадачами. Берется одна большая задача – подготовка к такому-то мероприятию. Дальше подзадача – нарисовать, написать, разослать, отправить, сделать что-то. Это очень удобно. Может быть, кому-то пригодится. И второй вариант – это просто создавать группы на каждый проект. Просто идет рабочая группа, в которой уже идут все сообщения. Задача ставится тоже на эту же группу. Но это хоть какое-то такое объединение, что в рамках группы в ленте найти гораздо проще, чем в общем потоке информации по всей компании. Ну это тоже, о чем говорила. Да, замечательно. Вот у вас конкретные вещи. Это то, о чем говорил Олег. Это определенный порядок, который вы для себя нашли и придумали, и выделили. И он для вас работает. Здорово. Да, на самом деле, очень неплохо работает. Стало гораздо проще сказать то, что... Могу сказать, что очень сильно обращайте внимание на то, чтобы нельзя ломать работающие вещи. Не надо их начинать изменять, если вещи работают, и они работают так, как вам нужно. И второй момент – не бойтесь искать те решения, которые могут вам сослужить хорошую службу. Пробуйте. Всем могу это же самое сказать. Отлично. И еще тогда несколько вопросов. Вот хороший вопрос. Надо ли запрещать сотрудникам задерживаться на работе? Если ваши сотрудники задерживаются на работе, если вы об этом уже говорите, как о возможном вводе запрета на это, значит, есть какая-то вот проблема. Я думаю, что... Может быть... Да. Да. Может быть, они сидят в соцсетях и никуда не уходят. Кстати, одна из моих клиентов, она директор по персоналу, и у них собственник ввел правила общения в Фейсбуке. Они продвигают там одно из направлений теперь и так далее. Она тоже мне... Кстати, когда я задала про соцсети и вопрос, она начала рассказывать, как теперь она зависает и не может уйти вовремя с работы, потому что она находится там, ей там здорово. Ну и тут же опять там комментарий на тему того, что по поводу продуктивности. У кого-то продуктивность оптимальна утром, у кого-то продуктивность оптимальна вечером. То есть, и бывает там... У нас даже есть сотрудники, которые говорят, я, говорит, с ним есть договоренность, что приходят чуть позже, но работают дольше, потому что, говорят, я, говорит, с утра не включаюсь. в некоторых компаниях я могу там включиться в работу только там вот после этого. С утра какую-то делать текучку, а там какие-то вещи там важные, он делает по вечерам. То есть тут вопрос уже в организации времени и вообще там как-то работает. Есть очень... Да, сейчас у меня клиенты, которые очень гибко к этому подходят. Руководитель говорит, мне не важно, сколько ты будешь сидеть на рабочем месте, мне главное, чтобы был результат. Опять же, я это слово произношу, понимаете? Ну это бизнес. В бизнесе все должно иметь какой-то конечный результат. Давайте об этом говорить. Если он не справляется с объемом, который на него сваливается, если он действительно утром пьет кофе до обеда, а работает нормально только после обеда, ну смотрите, варьируйте. Очень сложно сказать вот так. На мой взгляд, да, человек должен работать определенное количество часов. Если входит в систему, что он задерживается, давайте смотреть. То есть он отнимает время от семьи, от личной жизни, он устает, плохо высыпается, он постоянно в каких-то процессах, которые не заканчиваются, это вряд ли позитивно сказывается на его состоянии. Ну как можно говорить о продуктивности такого человека? То есть давайте с этим тогда что-то делать. Вот о продуктивности вопрос. Как контролировать рабочее время подчиненных, которые в кавычках работают много, результаты выдают опять же в кавычках по чайной ложке. Вот, видимо, к этой же теме, да? Это вот, наверное, про то, что мы с Олей говорили. Если сотрудники наши выдают результат по чайной ложке, давайте мы что-то менять в этой ситуации. Вот в этой ситуации, вот в этом примере, контролировать рабочее время это точно не то, что нужно руководителю, если сотрудники не дают нужных результатов. Мне кажется, что у любого сотрудника, любой специальности действительно должен быть в конце месяца результат. Желательно, чтобы этот результат был оцифрован. Не знаю, там у продажников, наверное, деньги, да, или там состояние его воронки продаж. У менеджеров закрытые проекты, или статус согласно плану. У дизайнеров тоже, наверное, проекты, там, не знаю, еще специальности. Вот смысл тогда считать количество отработок часов. У строителей тоже проекты, не знаю, ну, какую не возьми специальность, да, там. Всегда есть, что посчитать. Всегда есть, что посчитать. И эти KPI, они должны быть на самом деле определены. И сотрудник должен их знать. Тогда будет очень легко контролировать. У нас, на самом деле, у нас в компании была, как ни странно, одно время достаточно длительная проблема с менеджером по продажам. Тоже как-то было непонятно, как контролировать. Вроде они много работают, на встречи ездят, у них много презентаций, много входящих, а выхлопа нет. В какой-то момент мы просто жестко решили есть план, потому что он должен продавать. И все его результаты, они исходят с этого плана. Минус план, плюс план. Ну и в какой-то момент вообще не стала проблема оценивать работу того или иного сотрудника. Еще у нас есть несколько вопросов. И, пожалуйста, друзья, которые нас смотрят в онлайне, если у вас есть вопросы, советы или какие-то еще мысли, пожалуйста, озвучивайте их, пишите, и мы вам ответим. Вопросы, наверное, такой уже о личной эффективности. Как мотивировать себя не отвлекаться от подставленной цели? Во-первых, цель должна быть. Во-вторых, планируйте. В-третьих, обязательно расставляйте приоритеты. Обязательно. В-четвертых, вот то, про что говорила в частности Оля, должны быть какие-то правила, которым подчиняется ваш рабочий день. А потом, вы знаете, есть еще очень важный такой момент, который называется самомотивация. И мы всегда мотивируем себя с легкостью, когда имеем возможность получать за это какие-то бонусы, когда имеем возможность развиваться и реализовывать то, что для нас важно. И когда мы понимаем, что действительно те вещи, которые мы делаем, они важны. Вот я думаю, если этих моментов нет, если вот, ну, можно поработать на той работе, которая не нравится какое-то время, заключив с собой внутреннюю сделку, но постоянно это делать не получится. Нужно правдиво ответить себе на некоторые вопросы, и после этого, я думаю, все с легкостью будет вставать на свои места. У нас еще человек с такой серьезной проблемой. Как увеличить эффективность своей работы и охватить больше проектов? Вот такая жажда деятельности у человека. Опять немножко про статистику. Знаете, когда я стала задавать руководителям, вот тут мы провели исследование, стали задавать руководителям вопросы про то, насколько им хватает рабочего времени и на то, сколько им рабочего времени было бы дополнительно необходимо. 8% всего руководителей ответили, что рабочего времени, которое отведено, им достаточно. 65% руководителей запросили в кавычках дополнительного времени от 20% до 100%. Представляете, есть руководители, которым нужно 24 часа в сутки, чтобы выполнять хорошо свою работу. Здесь вопрос в том, насколько много вы можете делать, насколько эффективно вы это делаете, какие можно проекты совмещать или задачи можно совмещать, какие нельзя. То есть оценивайте вообще так, чтобы можно было жить еще, оставалось время. Я очень часто своим клиентам говорю, знаете, есть два понятия, есть результативность и эффективность. И когда я людей спрашиваю об этом, они сначала как-то так, высказывая собственное мнение, вроде бы и разницы не находят. А я говорю, а разница это в общем-то очень проста. Результативным быть это одно, а эффективным это еще и живым остаться. Понимаете? Вот я за то, чтобы люди были эффективными, чтобы они еще успевали жить, получать удовольствие от жизни, дарили радость своим близким, себе, потому что жизнь, может быть, для кого-то из руководителей это прозвучит неприятным таким, знаете, рефреном, но жизнь вообще, она намного больше, чем конкретная работа. И то ли мы руководители, то ли мы собственники, то ли мы просто наемные работники, мы выполняем всего лишь свою работу. Давайте вот помнить, что жизнь, она намного больше. А так можно, конечно, проработать, я почему привела статистику, и 24 часа в сутки можно работать. У кого сколько времени? После таких слов хочется закончиться и побежать отдыхать к семье, честно. Но у нас, наверное, остались еще вопросы, и давайте вернемся к Битеркс-24 снова. Так, вот вопрос. Сделать отчет по временным трудозатратам по умолчанию. Сейчас есть только по задачам. Битеркс-24, облако. Вот о чем вопрос? Не очень понятен сам вопрос, если честно. Видимо, как сделать отчет по временным трудозатратам по умолчанию? Сейчас по умолчанию есть только по задачам. Не понятен вопрос? Ну, если кто-то нас, автор вопроса слышит, пускай отмешется еще раз уточнить. вопрос. А, вот у нас был онлайн вопрос в самом начале очень интересный про образование. Сейчас, сейчас, сейчас. время сотрудников образовательных учреждений уходит на учет посещаемости и контроль успеваемости. Как Битеркс-24 может сократить расходы времени на эти операции? Ну, опять же, тот момент, который уже звучит рефреном у нас постоянно, то Битеркс-24 это инструмент. Каким образом можно учитывать учет посещаемости? Собственно говоря, есть система контроля доступа, всем известной карточки приложилась, а потом интегрировалась, например, как вариант. Это самый простейший вариант. То есть использовать можно? Ну, использовать можно, но это как один из инструментов. Тут вопрос в организации, а не в, они уже там в инструменте. Что касается учета контроля успеваемости. У нас даже сейчас в школах уже, по-моему, внедрили уже электронные дневники. То есть не проблема. То есть тут, опять же, это инструмент, вопрос надо организовать. инструмент есть. и опять же, если там взять, я знаю, что там уже есть, наверное, как минимум, там, порядка, наверное, десяти, что я знаю, там, кейсов, как раз то, что именно есть портал образовательного учреждения, это все уже есть внедренные проекты, есть уже конкретные вузы, которые с ними работают, и то есть работают вполне нормально. Вот еще вопрос. можно ли с помощью битрикс24 организовать прием заявок, задач в скобочках от сотрудников клиента и получение обратной связи для них о ходе выполнения задачи? Если да, то как разграничить право доступа для них? Это, про экстронет что-то или? Треть? Да, я могу ответить на вопрос, собственно, у битрикс24 есть такая функция экстронета, которая позволяет клиента добавить на наш портал с ограниченным доступом, и он будет видеть информацию только в рамках своего проекта. К такой информации относится и задача, само собой, он точно так же их может ставить, может их комментировать, может получать задачи от наших менеджеров, или может смотреть те задачи, в которых он не участвует, но по его проекту ведутся. И кроме задач, само собой, там можно просто вести переписку с ответственными по нашему проекту, хранить какие-то файлы на портале, чтобы с ними работать и так далее. То есть весь функционал группы подразумевается, предоставляется для работы клиенту, соответственно, в нем можно и задачей полностью работать. А можно вопрос битриксу задать? А планируется сделать так, чтобы не надо было на каждый проект создавать две группы, внутреннюю и экстронетно, чтобы по умолчанию сразу эти две группы сами создавались, если она не нужна, ее было проще отключить. Иначе сейчас на портале, если у тебя 40 проектов, у тебя 80 групп. Ну, мы это делали сами. У нас там при… если у нас в проект переходит сделка, то есть происходит сделка уже, то у нас автоматом по бизнес-процессам создается группа. То есть это уже там свои костыли уже. автоматически создаются. Круто, поделитесь. Без проблем. Еще пару вопросов про битрикс24. Так, как организовать отпуска в графике отсутствия? Это, наверное, показать нужно, да? Если получится, можем показать. Собственно, битрикс24 содержит в себе инструмент по отсутствию. в них можно заносить все присутствия и отсутствия сотрудников, соответственно, указывая их тип. Нюанс на дару только один в том, что это может делать только руководство либо администраторе портала. То есть в облачном битрикс24 нет такой возможности как предоставить. Отделываю, например, HR нашему 25-го функционала. График отсутствия в разделе кампании находится. К сожалению, у нас он пустой. То есть мы не можем красиво продемонстрировать, что там рисуется. Но вы можете добавить тип отсутствия как отпуск, командировка больничной и многие другие поддерживаются. Соответственно, причины подробнее пояснить, кто отсутствует и на какой период. Это будет отображаться, это будет удобно для просмотра нашим коллегам, когда они хотят с кем-то пообщаться. Кроме того, это и в некоторых внутренних инструментах, допустим, в календаре будет использоваться. Вы не сможете там поставить какую-то встречу для сотрудника, который у нас, допустим, отсутствует. Что довольно удобно. Название. Соответственно, удобный инструмент для того, чтобы понимать, то у нас в офисе присутствует, то отсутствует. В основном для этого используется для планирования отпусков, само собой. Весь функционал есть, хорошо отображается, используйте. Еще вопрос. Можно ли в календаре сделать так, чтобы был виден статус каждой задачи и при этом не нужно было бы переходить к каждой конкретной задаче? Вопрос опять же не совсем понятен. Что подразумевается под статусом задачи? У задачи в принципе есть, наверное, только три статуса в Битрексе. Она поставлена, она в работе и она завершена. Соответственно, если эту информацию нужно посмотреть, ее видно. Видно, когда мы поставили задачу, она просто отмечается. Когда мы выполнили ее, она у нас становится перечеркнутой. Соответственно, это вы можете посмотреть. Если нужны какие-то комментарии, какие-то там чек-листы в рамках задач, что-то еще, само собой, эти вещи нужно смотреть, переходя в задачу. Я дополню Юру. Тут вопрос. Если в облаке, то, что Юра рассказал, если брать коробку, то в коробке это все можно под себя доделывать. В частности, в одном из проектов мы переводили задачи вообще по технологии Кайдзен. То есть вводили дополнительные статусы, дополнительные цветовые решения для них, для того, чтобы компания работала по этой технологии и для них методологии. И как раз для них это все дорабатывали. Соответственно, отображение и дизайн мы тоже можем сделать. Так, ну что, если нет у нас вопросов из онлайна, то все самые интересные вопросы, которые нам были заданы ранее, мы уже рассмотрели. у нас было очень много вопросов о повышении продаж, и я думаю, что это будет тема нашей следующей встречи. Мы объявим о ней чуть позднее, когда все распланируем, и действительно тема важная и нужная. в следующий раз поговорим именно о продажах. Еще раз напомню, закрыли там слайд уже, еще раз напомню, что все участники сегодняшней встречи могут получить при регистрации аккаунта в Петрик 24 бесплатно дополнительные 5 гигабайт места по промокоду клуб24. Если успеете зарегистрироваться до 30 апреля, значит получите, не успеете, ну, в следующий раз. Если вопросов нету больше? Ага, вот, тогда сейчас ждем еще вопросы. Так, вопрос. Давайте я его сразу прям прочитаю, а там уже посмотрим, что с ним делать. Производственная фирма офисного управленческого персонала немного, и он очень разношерстный. Это вам не пятеро мальчиков-продажников, которому поставил задачу, проверил выполнение. Тут и два начальника производства дядьки за 55 старой закалки, была такая тема у нас, да, который комп на дух не переносит, инженер и его помощник, у которых почти нет времени посидеть в программе, генеральный, который тоже привык к бумаге и так далее. Вопрос, с чего начать внедрение Битрикс24 в таких условиях? Как вовлечь всех? Вы знаете, как коуч, я бы сейчас хотела их спросить, а вам зачем тогда? Если вы заранее сейчас нам рассказали, о том, что внедрять, реализовывать эту идею некому. То есть уже дана характеристику каждому человеку из офисного персонала, и на самом деле здесь вопрос целесообразности для меня. Я сразу вспомнила, когда вы читали вопрос, у меня есть один клиент, который мне все время, когда заходит разговор о каких-то программных продуктах, он мне говорит, я не пользователь, я тыкатель. Так вот, я точно знаю, на каком уровне он может решать задачи. Здесь я увидела однозначно, что успешного продолжения этой идеи вряд ли будет, если реализовывать некому. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Олег. Я хотел бы тоже подтвердить, потому что тоже из общения как раз с одним из завода фармпроизводства, тоже много сотрудников, и зашел разговор об этом, и мы пришли к выводу о том, что им что-то внедрять не нужно, потому что у них есть стенгазеты, у них там есть какие-то стенды, это все есть. Я спрашиваю, а вот как? Вы понимаете, у нас 300 человек работают, но у нас с компьютером всего человек 10 сидит, и основное все работники, они работают у станка. То есть это все, они с компьютером, многие из них, компьютер, это максимум одноклассники знают, нам это там, это не для нас, то есть нам вот стенгазеты, вот это вот, туда все. Если решат, внедрять, то в первую очередь заручиться поддержкой вот этих вот самых людей, тех, которые умеют работать с компьютером, тех, которых он написал, участник, и опять же показать им выгоды и показать, что это не так все сложно. Им должно быть это выгодно, если они собираются что-то внедрять, это должно быть зачем-то. Поэтому тут пишут, что есть. сотрудники, да, есть менеджер, вот тут ему советуют, что будешь, конечно, чтобы лидер, руководитель компании начал прежде всего. Конечно. Это то, что говорила Мария. Это то, что нужно начинать с лидера, с руководителя. То, что говорила Ольга, должен быть вдохновитель, человек, который бы держал все остальные процессы по внедрению этой идеи в компанию, а потом уже, да, искать пути. И опять же, все-таки у меня возникает здесь вопрос намного глубже, ну, для чего, что хотите решить с помощью этого продукта. Я все-таки хочу вернуться к тому, что управляем-то мы людьми, правильно, люди как основной ресурс в нашем бизнесе, ресурс, который допущен к нашим бизнес-процессам, да, и BITREX 24 это один из инструментов, а управляем-то мы все равно людьми. Отлично. Ну, тогда предлагаю на этой позитивной ноте закончить. Огромное спасибо нашим экспертам. Если вам есть, что сказать, как бы, напоследок какой-то, может быть, совет дать, пожалуйста, у нас еще есть буквально там несколько минут, ну, подводя итоги встречи, наверное, я бы все-таки напомнил наши любимые слова, это инструмент, результат, цель, задача, целесообразность. Всегда держите это в голове, всегда анализируйте, думайте, для чего, какой результат, какая цель, а уже потом считайте или время, или задачи, или деньги, то, что на это повлияет. Я присоединюсь к Юриным словам, я ко всем хочу обратиться со словами, что действительно нужно понимать, для чего вы что-то делаете, что вы конкретно хотите получить, в какие сроки, и живите эффективно, пусть у вас остается еще время не только для управления, для вашего бизнеса, но еще и для жизни. Мне, наверное, хочется сказать, что в первую очередь надо понимать хорошо свои бизнес-процессы, зачем вы это делаете, потому что хаос автоматизировать нельзя, и не надо думать, что инструмент спасет вас от всех проблем. Ну да, я хотел как раз присоединиться, то, что очень часто бывает такой запрос, то, что у нас все плохо, давайте вот внедрим, и у нас станет все хорошо. Само по себе. Да, естественно. И у меня вот в этом плане как раз там бардак плюс автоматизация, мне где-то там даже на слайдах было, когда я рассказал, это равняется автоматизированный бардак. Вот, естественно, для того, чтобы работало эффективно, надо вначале разобраться в причине, надо потом как-то ее описать, и после этого уже можно на нее в ряде случаев наложить автоматизацию, и то не всегда. То есть, поэтому тут вначале надо все-таки включать голову, а потом уже использовать инструмент. Спасибо огромное еще раз. Спасибо большое всем тем, кто нас смотрел, слушал, задавал вопросы, давал советы коллегам. Мы надеемся, что что-то полезное каждый для себя вынес. Ну и надеемся, что в следующей встрече вы снова будете с нами. На сегодня все. Спасибо. До свидания.